И так вот, риторика и ораторское искусство. Вот в нашей современности мы сейчас очень легко используем, заменяя друг друга три термина. Риторика, ораторское искусство, искусство красноречия. Это одно и то же? Или они чем-то отличаются? Если отличаются, то чем? Ты сказала, ораторское искусство, искусство красноречия. Это одно и то же. Одно и то же. А риторика в случае чуть-чуть отдельно стоит. Прекрасно. Чем они отличаются? Риторика, она более широкая сфера по сравнению с ораторским искусством. Она уже красноречия. Отключает в себя требования к содержанию. Если ораторское, то можно говорить, в общем-то, всякую... Там музыка, жесты, миссия. Там музыка, какие-то такие вещи важны, то риторика, она в себя включает именно приемы, как построение текста, что говорить. Самое главное, когда говорить. А в ораторском искусстве этого нет? В ораторском искусстве в меньшую степень. Это всегда больше манипуляция. Ораторская. А что такое манипуляция? В принципе, оратор вот ночью разбудит, и он уже начнет попросить, скажет, вот надо что-то сказать. Он будет смотреть на стену и что-то уже говорить. Ага, то есть мы можем сказать, что по сути, по сути, настолько вот я понял ваши мысли, ораторское искусство – это что-то близко к умению вешать лапшу на уши. Неважно, по какому поводу. Ну, не все. Ну, смотреть, какую цель применяешь, в принципе. Ну, смотрите, ночью будете человека и говорите, давай, толкай. Вот мне кажется, это зависит от человека. Если мы говорим, вот, ну, о Дегули или Черчиле, были ли они великими ораторами? Да, на мой взгляд, они были великими ораторами, да? То есть, как бы, но... Но ведь нельзя назвать, вот, как вы сказали, что они, как бы, просто, ну, вот, как это... Я бы не сказала наоборот. Черчилль как раз был не очень оратором. Хорошим был. У него коэффициент сложности текста был три. Он говорил очень простые вещи, коротко. Вообще, в этом... У него было страшно аддикцией. Он был... Вот это все. В этом, в принципе, фишка. Вот простыми вещами объяснить сложные вещи. Мы к этому как раз и идем, ты понимаешь? Если ты сама себе не можешь объяснить, сложные вещи, простые вещами. Нет, ну, само по себе, потому что ораторское искусство предполагает, что это некое умение, возведенное в какой-то рамк искусства. То есть, это даже какая-то уже неприкладная, неприкладная вещь, а какая-то уже как бы сверхразвитая способность именно вот в этой именно области поговорить. Давайте я немножко обобщу то, что Вы сказали. Вы говорите абсолютно разумные вещи, которые имеют прямую реализацию, прямое отображение в реальности. Немало людей поддерживают высказанные Вами идеи. Их можно систематизировать в несколько основных таких теоретических подходов. Итак, первый подход. Это подход, который говорит, что риторика и ораторское искусство это фактически одно и то же. Что-то связанное с умением говорить, выступать перед большой аудиторией, влиять на людей и делать это красиво. То есть фактически, то есть пишут через запятую. Риторика и ораторское искусство. Второй подход требует разделить эти два явления и при этом их тесно взаимосвязать. Каким образом? Вот то, как первый подход говорит о том, что риторика более широкое понятие. А ораторское искусство является его узкой частью, такой небольшой частью. И занимается, ну скажем так, практическими экспериментами, связанными с теоретическими достижениями риторики, как науки. То есть наука, вот она, что делает она там, что разрабатывает, ну и что, а кто его проверит? Вот, пожалуйста, вам ораторское искусство. То есть это как метод ораторики, получается? Да, да, то есть такая, знаете, цех в рамках. Но есть противоположная точка зрения. Другие люди считают, что наоборот, ораторское искусство является более широким явлением, а риторика является лишь его цехом, которое занимается вопросами, связанными с систематизацией. Ну, упорядочивает то, что натворили в искусстве. Понимаете? То есть искусство творит, наука организовывает. Какой есть один очень сильный аргумент в пользу данного подхода, который невозможно победить, убедить или как-то отбросить. Это возникновение. Ораторское искусство возникает намного раньше, чем риторика как наука. На данный момент считается, что возникновение риторики как науки произошло приблизительно в V веке до н.э. и, конечно же, связывается с выбухом, да, то есть взрывом в Староданной Греции, который вот привел к такому активному развитию науки, искусства, всего чего угодно. И, конечно же, связывают с фамилиями, с именами такими известных людей, как, в первую очередь, Аристотель, как теоретик, и Горгий, как практик, софист и так дальше. А ораторское искусство возникло когда? Как вы считаете? Вот. Значит, первых моментов, когда там начались разговоры вообще. Выборы вождя. Выборы вождя. Значит, первый выбор вождя. Вместо, когда нужно было кем-то либо руководить, либо влиять. Я абсолютно с вами согласен, на все 100%. Итак, вот как только люди начинают объединяться в минимальные социальные группы, как их там назовем, род, племя, как угодно, семья, что угодно, не суть важна, возникает необходимость, просто, я бы сказал бы, эволюционная необходимость в том, чтобы люди влияли друг на друга и взаимодействовали друг с другом. Берем простой пример. Есть племя, 10 мужчин, им нужно пойти убить мамонта. Один говорит, пошли на запад, второй говорит, нет, пошли на восток, а третий, нет, говорит, пошли на север. Если они всеми разойдутся в каждую свою сторону, что будет? Мамонта не убьют. Все. Такой путь развития невозможен. Они, как племя, могут выжить только тогда, когда найдется кто-то один, так называемый лидер, который сможет их повести за собой, убедить всех их подчиняться и они убьют мамонта, съедят, все хорошо, все довольны. Основательный подход. Мы можем сказать, что какой-то из этих трех вариантов правильный или неправильный. Каждый из них имеет рациональное зерно, согласитесь. Может и смыслами. Да, поэтому вот я решил для себя эту дилемму, соотношение, очень простым способом. Я сказал так, что, во-первых, эти понятия не можно отодействовать. Почему? Первое. Риторика – это наука, ораторское искусство, искусство красноречия, как хотите – это искусство. Мы можем отодействовать научный подход и такой творческий подход? Скоро все станет. Я категорически против этого. Что является символом науки в человеке? Это разум. Вот вы говорите научный подход. Что такое научный подход? Это место, где работает наш разум. А там, где работает разум, там нет времени, места для эмоций. Разум – это разум. А что такое искусство? Это творческий подход. Но так не всегда искусство, оно включает в себя разум, но плюс еще и эмоциональная составляющая. Конечно. Не обязательно должна быть составляющая. Ну, а как же искусство без эмоций? Вы видели такое искусство без эмоций? А математику? Это наука. А медицина? Это тоже искусство? Вот это искусство. А в чем же разница между искусственным подходом и научным подходом? Вот приведу вам очень яркий пример. Знаете такую украинскую художницу Катерину Белокур? Да. Чем она интересна? Пабло Пикассо сказал, что это гений. Гений. Это Пабло Пикассо сказал? Конечно. У него было хорошее настроение. Ну, условно, да? Хорошо. Ну, вы видели ее картины? Да. Красиво? Красиво. Ярко? Да. Достойно. Катерина Белокур. А чем она интересна? Интересна тем, что она нигде не училась вообще. Самоучка. Вот это называется творческий подход. Когда вы рисуете картину исключительно исходя из своего внутреннего желания. Вот вы это видите так, поэтому вы это так рисуете. Возьмем пример меня. Меня можно отдать в школу рисования? В художественную школу. Я вообще не умею рисовать. Ну, совсем не умею. Меня могут научить там рисовать какую-то картину? Вот меня пытались учить. Нужно разделить картину на квадраты. Там идут какие-то проекции, взаимосвязанные вещи и тому подобное. Вот это вот будет научный подход. Научный подход предполагает рациональную систематизацию и так дальше, и так дальше. А если у вас есть задатки Беллафур, и вас ждать в школу? Это будет идеальный результат. Вот. Как у Шагова. Конечно. И вы же так ими научили в классику писать. Смотря кто... Тут, наверное, опять-таки дело в преподавателях. Очень большое, важно, кто учит. Поэтому я, например, рассматриваю риторику и ораторское искусство как две стороны одной монеты. Это две стороны, которые существуют, которые действует человек, которые развивают его характеристики в том или ином направлении. Конечно, если мы соединяем наш талант с очень хорошей подготовкой, результат будет какой? Шикарный. Шикарный. Вот мы к этому как раз тут... Вот, и мы к этому постепенно будем идти. Прекрасно. То есть мы понимаем, что это такое. И вот я как раз в рамках своего подхода к риторике акцентирую внимание на осознанности или сознательности действий человека в момент его каких-то коммуникативных актов. Что означает сознательная деятельность человека? Вот что означает, как я понимаю, попытку человека стать лучшим в ситуации, когда вы хотите научиться коммуницировать более эффективно? Это означает быть способным посмотреть на себя. Вот как бы на нас сейчас сбоку посмотрел бы кто-то, кто наблюдает за нами с баками какой-нибудь, с другой стороны. Или вот там за зеркалью. Давайте представим, если там за зеркалью человек, который за нами смотрит. Вот вы способны так на себя посмотреть? Да. И вот в этот момент вы уже становитесь на один сантиметр выше. Вы уже становитесь лучше. Потому что вы способны влиять на свои действия. Вы хотя бы видите себя. И вы понимаете, вот здесь вот я сказала хорошо, а вот здесь плохо, здесь получилось, здесь не получилось. Вы уже начинаете процесс своего собственного роста. Ну в момент сказания там, понимаете, иной раз сустав вот так понесает. А это вопрос к контролю. Вопрос самоконтроля. Насколько вы вот можете себя контролировать и сознательно к этому относиться? Мы можем говорить сознательно, можем говорить несознательно. Мы можем планировать следующее предложение, можем его не планировать. Можем планировать использование метафоры. Вот я хочу в следующем предложении именно использовать метафору «потому что». А вот здесь я хочу рассказать анекдот, потому что вот я вижу, что люди немножко устали, я вижу, что глаза потухли, все немножко расконцентрировались, значит, здесь нужно сделать что-то, вот это уже называется сознательный подход. И вот это вот я называю риторикой, как определенными теоретическими рекомендациями относительно того, как максимально эффективно проводить коммуникативные акты, которые нам с вами жизнь бросают. И я, например, стараюсь рассматривать ораторскую деятельность человека не в контексте его именно массовой коммуникации, то есть не только выступление человека перед большой аудиторией. Я считаю, что гораздо более эффективно и проблемно, и востребовано в нашем украинском обществе это научить человека говорить на бытовом уровне. Мы говорим и общаемся с вами постоянно, целый день. Сколько времени мы молчим, сколько времени мы общаемся. На работе, с друзьями, с родственниками. А как часто у нас возникают проблемы в жизни из-за того, что нас немножко неправильно поняли? Мы не так сформировали мысль, нас не поняли. А что является последствием такого непонимания? Ссоры, обиды, конфликты. Скажите мне, оно нам надо? На мое глубокое убеждение, оно нам не надо. И вот я рассматриваю риторик как один из этапов формирования человека, как, скажем так, цивилизованного человека, как высокоразвитое существо, которое является данью современности и который способен не просто быть как, ну не знаю, таким, знаете, хомо сапиенс, обычным человеком разумным, а быть хомо сапиенс, разумным еще и мыслящим человеком и при этом социально активным. Ведь мы с вами люди, существа социальные. Мы ведь не можем долго без общения. Нам плохо. Что мы делаем? Звоним друзьям. Нам очень хорошо. Мы опять звоним друзьям. Мы опять хотим пообщаться. Нам это нужно. Потому что мы такие существа. Очень редко, когда встречается человек, который способен долго прожить без общения. Долгий период времени. Поэтому, как по мне, риторика является одним из ступеней в формировании человека, вот как такого ответственного и сильного личности. Я вижу три таких этапа. Первый этап – это развитие навыков в логике. Логика – это правильность нашего мышления. Четкость, однозначность, корректность формулировки нашей мысли. В следующем этапе, после того, как наша мысль сформулирована, мы должны ее донести до аудитории. Вот здесь вступает в силу риторика. То есть навыки эффективного донесения своих мыслей до аудитории. Здесь можно провести очень простую параллель. Есть очень много людей, которые являются достаточно умными и знающими людьми в своей сфере, но им очень сложно формулировать и высказывать свои мысли. И здесь я могу вести речь о определенном, знаете, таком мостике, который связывает нашу мысль и наше слово. И вот чем более развит у человека коммуникативные навыки, тем меньшим является этот мостик. Тем быстрее у нас мысль одевается в определенное слово и доходит до наших адресатов, чтобы нас было понятно и приятно слушать для наших оппонентов, с которыми мы общаемся. Все нормально? Все хорошо? Следующий уровень, третий уровень, это высший пилотаж. Это эристика. Это умение вести спор. Эристика. Давайте на этом немножко остановимся, чтобы мы не путались, а в будущем эристика происходит... 90% людей не знают, что такое эристика, даже больше. Я вам скажу так, что я когда защищал диплом, даже члены комиссии государственной не знали, что такое эристика. Слово эристика происходит не от слова ересь. Так заранее? Конечно, потому что большинство людей вот так это и воспринимают, а чего же нет? Вы думаете, я редко встречаюсь с подобным отношением? Эристика — это ерунда. Ерундистика. Эристика — ерундистика. Дело в том, что в Древней Греции, вы знаете, да, то есть очень такой культурный, научный, все остальное взрыв произошел. И греки в рамках своего пантеона божеств завели богиню Эриду, которая отвечала за что? За спор. Только что интересно, что эта богиня, она была, ну скажем так, двойной. Потому что греки очень четко определили два разных вида спора. Спор конструктивный и спор неконструктивный. И вот было две эриды, которые отвечали за эти два вида спора. Ну и как следствие предложили близняшки, которые отвечали за два, за конструктив и неконструктив. Они предложили впоследствии, один из первых произнес эту идею Аристотель, который называл эристический спор, спор ради спора. Ну, грубо говоря, скажем так. Он предложил назвать эту сферу эристикой именно. Его поддержали там дальше Шопенгауэр, Паварнин и еще группа других исследователей. И поэтому так вот формировалось такое течение, как эристика. Почему я считаю, что эристика это третий уровень в верхмастерства? Потому что большинство наших споров заканчивается ничем. А почему? Потому что в споре, в большинстве ситуаций, к сожалению, у нас пануи. Преобладают. Преобладают эмоции. И есть еще несколько таких вот фундаментальных оснований, которые, к сожалению, сводят к минимуму эффективность наших с вами споров. Про эти основания мы с вами поговорим чуть-чуть позже. Итак, на данном этапе развития риторики я предлагаю ее рассматривать исключительно в контексте риторики, как науки про средства эффективного убеждения своего оппонента. В разных условиях. Вам нужно выступить перед большой аудиторией? Пожалуйста, выступайте. Вам нужно перед маленькой? Пожалуйста. Вам нужно тет-а-тет? Пожалуйста. Никаких проблем. Ваша задача – научиться эффективно коммуницировать. Поэтому... Теперь убедите, это единственная цель спора? По целям спор выделяют... Пять видов спора основных. Это спор ради истины. Спор ради победы. Спор ради спора. Знаете, как спорт определенный? Помните, как Портос говорил? Я дерусь, потому что я... Денусь. Тут приблизительно то же самое. Спор ради истины, спор ради победы. И еще есть такой спор ради... Это называется позирна. Позирна, то есть мнимая мудрость. Как это... Продемонстрировали. Превосходство. Превосходство. Аристотель такой спор назвал софистическим. Вот он говорил, софисты есть. Слышали, наверное, таких, да, товарищей? Достаточно интересное движение, явление, которое имеет место, которое зародилось в Древней Греции, а по сути большинство современных политиков и вот таких общественных людей являются софистами. Спор достаточно интересное явление, но, видите, в нем цели абсолютно разные. А сколько пять? Четыре. Четыре я назвал, да? Четыре, четыре. Победа истистический спор. Истистический спор ради спора. Спор ради спора. Еще спор ради спора. Просто ради спора. Четыре. Да, спор ради спора. Тут еще можно выделить несколько таких подвидов, потому что победа есть ради чего? Можно есть победа для... Есть такие тоже люди для самолюбования или самоутверждения. Четыре. Не факт. Тут тоже вот есть небольшие тонкости и нюансы. А есть еще такая разновидность спорщиков, знаете, которые спорят ради положения в обществе. Вот встречали, наверное, это очень видно, когда только формируется первый коллектив. Определенно людей собрали, там, первую группу, там, на работу, например, собрались, вот, там, 20 человек в одной группе. И сразу находится один, который хочет доказать всем, что он самый крутой, что он самый умный. И для этого он использует как раз спор как площадку для чего? Для того, чтобы побороть, запугать, как-то не то чтобы унизить, но как-то так немножко опустить других, тем самым возвеличив себя. Это тоже один из вариантов ведения спора. И он далек от истины, от того, чтобы искать истину. Поэтому, конечно, иристика предлагает массу примеров, массу приемов для того, чтобы вести себя в том и в той или иной формате спора. А давайте сейчас вот остановимся на просто фундаментальном моменте, с которого мы обязательно должны были начать и о котором мы обязательно должны поговорить. Это разницы между риторической коммуникацией и эристической коммуникацией. Эристическая коммуникация и эриторическая коммуникация. Как по мне, разница фундаментальная. В чем же она проявляется? Начнем со структуры. Структура, кто является участником эриторической коммуникации? Оратор и аудитория. Правильно? А сколько аудитория, какая разница? Один человек, два, три, пять, десять? Не важно. И здесь одно важное есть условие. Оратор всегда активный, а аудитория всегда пассивная. Что это означает? Аудитория активная, а пассивная аудитория? Это означает, что... То есть мы с вами разница между эристической и эритрической? Да. То есть это основные виды коммуникации, или это просто взяли две для примера? Это две для примера. Если посмотреть вообще видов, форматов коммуникации... Их где-то семь или восемь. И то это очень условно. Я еще не видел ни одной классификации всех возможных жанров, видов или форму спора. И так да, эристическая и эритрическая коммуникация. Эритрическая коммуникация предполагает то, что оратор активна, а аудитория пассивна. Вот тогда возьмем нашу с вами ситуацию. Я что-то там вещаю, пытаюсь вас в чем-то убедить, пытаюсь что-то до вас донести, вы это внимаете. У вас возможна определенная реакция? Да, там понимаете, не понимаете, задаете вопросы. Это нормальная пассивная реакция. Что называется активная реакция? Активная реакция называется... Вы поднимаете руку, говорите, а я не согласен. И сразу начинается эристическая. И сразу коммуникация переходит в эристическую. Риторика, теория риторики, все работы, написанные по риторике, одиногласно говорят, что нельзя допускать перехода риторической коммуникации в эристическую. Почему? Ну, и демагогия в том числе. В чем же такая проблема? Давайте вспомним, например, того же самого Сократа. Кто такой Сократ? Мудрейший человек. Мудрейший человек. И вот он сказал, что такую тезис, который потом через некоторое время всплыл в работах Дейла Карнеги, более так четко сформулированным был. Изучи предварительно таким образом. Если ты хочешь убедить в споре, не вступай в него. Давайте обратимся к нашему, опять-таки, опыту, то, о чем мы говорили. Очень низкий процент споров заканчивается чем-то полезным. А что является полезным завершением спора? Решением того вопроса, который являлся началом спора. Как часто мы 20 раз за спор меняем тему разговора? Мы уже не меняем. Уже все. Мы уже подготовлены. Это очень хорошо. Мы, наоборот, возвращаем всех в то, за что и получаем, собственно. Мы уже подчиняем. Позвали у вас. Это убеждение, то есть мы это поменяем за термин «эристическая приема». Нет, 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 мы придем к убеждению. Убеждение – это, скажем так, комплекс приемов, которые вы можете использовать. То есть юристика – это один из инструментов убеждения? Убеждение – это один из инструментов в эристическом споре для ведения успешного ведения. А может тогда лекции или выступления, переходящие в вопрос-ответы? Вопрос-не вопрос. Пожалуйста, вопрос-ответ не вопрос. Как только начинается вы говорить «а я не согласен», знаете, такой есть подход «а Баба Яга против». Все, вот как только начинается «Баба Яга против», до свидания. У нас заканчивается любой конструктив. Вы же знаете, можно прицепиться к чему угодно. Абсолютно к чему угодно. К любому слову, к запятой. А если по делу? По делу, пожалуйста. В чем негатив? То есть вот это табу перехода литерического и эристического. Вот, допустим, преподаватель или политик выступил, в конце задают толковые вопросы, при этом возникает дискуссия некая. Не просто там вопрос-ответ, а возникает именно некий спор. То есть до него нельзя доводить или как? Из четырех видов спора, среди которых дискуссия, полемика, дебаты и диспут, полезным, надежно полезным является только дискуссия. Потому что вы, наступая в дискуссию, не хотите, ну это, скажем так, спор ради истины. И эмоции тут, опять-таки, не допускаются. Если вы хотите разобраться в сути проблемы, мы же будем в ней разбираться. А в чем же, скажем так, тогда получается минус этого спора? Дело в том, что большинство споров начинается с сакраментальной фразы «ты не прав». А давайте попробуем ее перевести на наш язык, более такой, более грубый, возможно. Что означает фраза «ты не прав»? Что вы чувствуете, когда вам кто-то говорит «ты не прав»? Наташа, это вы прав. Что вы чувствуете? Ну, у обычного человека сразу возникает негатив и реакция доказать, что он в любом случае прав, во что бы то ни стало. Поэтому мы не используем ствол. Поэтому мы с этого не начинаем. Конечно. Сколько не безумно, вы правы. Но есть еще вот такая точка зрения, прошу вот ее прокомментировать. А еще раз, правда, а что именно придумали? Да. Можно исполнить его на его же тени. Вот это уже Маевтика Сократа. Вот Сократ, который человек, который говорил, что нужно избегать спора, он придумал свой метод, который он назвал Маевтиком. На данный момент я считаю, что это самый эффективный метод из всех существующих, именно для того, чтобы убедить человека. Вот если вы хотите глубоко убедить человека, своего собеседника, и вам не жаль потратить много времени и сил. Ну, достаточно много. Допустим, это в режиме, но для того, чтобы Маевтику включить, это нужно, во-первых, как бы разобраться все-таки в его ценностях, зайти туда, на его матрицу. А если он просто задал вопрос, то есть ты в аудитории, сидят люди, и ты начинаешь задавать руководящие вопросы, чтобы зайти в его матрицу, ты это сделать не сможешь. То есть вот мы начали с того, чтобы переход одного в другой табуирован, да, почему-то не рекомендуется. А у меня вопрос, если он все-таки перешел вот в таком формате общественном, да, то есть это не мы сидим там с тобой тет-а-тет, и у меня есть возможность выяснить, где там твоя матрица, где там что как, и потом пакс туда зайти и что-то тебя как-то начать переубеждать в этом. Да, стоит там политик или преподаватель, и он должен из этой ситуации выскочить, он должен пресечь как бы эту всю историю или как? Нет, нет, дело в том, что это просто разные техники, разные методы, разные подходы. В этом нет ничего плохого. Это, знаете, как в плавании, есть брас, есть кроль. Тут плавем брасом, тут плавем кролем. Вот поэтому, а так тут можно и пособачить. Ну, это вот просто разные форматы, ничего, просто немножко отличается подход, методы, и главное вот приемы, которые вы будете использовать, и цели, которые вы приходите использовать. На чем мы остановились? А, вот, вот, что плохого, что плохого в споре. Самое главное вот идею, которую я хотел поднять, вопрос, который я хотел обсудить с вами. Артушу Пангаев, слышали? Да. Конечно же. Вот у него есть очень интересная работа, малоизвестная, к сожалению, «Эристика» или «Эристическая диалектика», или «Искусство спорить». То есть там где-то сложное название, он ее по-разному называл в разных изданиях, но не важно. Вот он является одним из теоретиков эристики. И он в этой работе написал, что человек от рождения имеет два природных недостатка, которые не позволяют нам с вами эффективно спорить. Не то, что не позволяют, сводят к минимуму вот тот спор, о котором вы говорите, вероятность такого спора. Он пишет, что только один человек из сотни, вот он способен на тот спор, о котором вы говорите. Один человек из сотни. Почему? Шепенгавр назвает две причины. Первая причина – нежелание признавать себя побежденным в споре. Я хочу подчеркнуть два раза, три раза слово «побежденный». Почему слово «побежденный» важно? Если мы говорим про побежденного, значит, у нас идет не спор, а что? Бой. Бой. И вот я на этом хочу акцентировать ваше внимание. Когда вам кто-то говорит «ты не прав», автоматически это вызов на бой. Знаете, как у животных? Взгляд в глаза пристальный. Если никто из участников не отвел взгляда, это будет бой. Здесь то же самое. И причем человек, который говорит «ты не прав», он говорит, что «ты плохо владеешь этой темой», «ты не дурак». И автоматически наша задача, как я называю это, включить ежика, выпустить все наши защитные иголки для того, чтобы не проиграть. Поэтому, что Шепенгавр говорит, большинство людей не могут, просто физиологически не могут признать свое поражение в споре. Они будут до последней капли крови, понимая, что они не правы, оттягивать поражение, уходить, менять тему, все что угодно делать. Шепенгавр прав? К сожалению, прав. С таким человеком у нас сейчас согласится с вами. И второй недостаток, совсем физиологический. Неспособность привести все возможные аргументы на поддержку вашей точки зрения в определенный конкретный момент времени. Вот у вас спор, и вы должны его провести эффективно. Мы не можем все аргументы привести, которые бы мы знали. Как часто бывает потом, когда мы идем домой после спора или переживаем, мы себе это… А почему я это не сказал? А вот если бы я ему это сказал бы, он бы мне сказал бы, я бы ему сказал бы, он бы мне сказал бы, а я ему сказал бы, и все, я победил бы. То есть, по сути, Шепенгавр, он ставит нам с вами, всем людям диагноз. Да, вот такие вот мы несовершенные. А в чем же это проблема этой нашей несовершенности? А проблема как раз она исходит именно из того, что вот мы рассматриваем спор больше в контексте, как знаете, конфликта, борьбы за власть и так дальше, и так дальше, и так дальше именно в обществе. Установление иерархии. Как часто бывает, что приходя вот в новый какой-то рабочий коллектив, мы сталкиваемся с проблемой, с наездом, грубо говоря. На нас сразу наезжают, хотят нас поставить на место, объяснить, что мы в социальной иерархии этого коллектива находимся на нижнем месте. Вот я неоднократно общался с людьми, которые попадали в подобную ситуацию. И даже, я вам больше скажу, общался с человеком, который любит проводить такие вот встречи новичков, как они называют. Я спрошу, а зачем? Тебе чего-то не хватает? Тебе не хватает уважения в обществе или чего? Вот пришел новый сотрудник, какая тебе разница, что он будет делать? Нет, это нужно сделать, чтобы он знал свое место. Где ты вообще? Понимаете? Ну, конечно, в такой форме, но это недовщина. Это, конечно, ужасно. И поэтому, что делает Шопенгауэр? Он делает очень интересное просто. Он говорит, в отличие от всех других теоретиков, он говорит, так, это все ерунда, все эти дискуссии, это все ерунда. Мы спорим 99% времени и делаем это для того, чтобы победить нашего оппонента. Поэтому он делает очень просто. Разрабатывает 33 приема, как победить в споре? И все эти приемы, хочу вам сказать, достаточно такие грязненькие, начиная от какого-то эмоционального давления и заканчивая прямым обманом, угрозами и тому подобное. То есть у него такой вот есть подход. Поэтому, вот таки, почему я акцентировал внимание на том, что нельзя допускать перехода из риторического формата в аристическое? Потому что возникает вот эта вот беда. Беда конфликта. Вот, если посмотреть так спокойно и объективно, то, когда люди вступают в коммуникацию, они пытаются рассмотреть именно суть проблемы. Ну, давайте возьмем, например, есть суть проблемы. Есть ли жить на Марсе? Моя любимая тема для всех примеров. Есть ли жизнь на Марсе? То есть можно? Да. Это Шопенгар написал статью, я снял про аристику, это ее основной такой... Я не знаю. Это далеко не основной, это малоизвестная. Ну, а то есть... По аристике единственная. Вот, я просто смотрю, что он так. По аристике Шопенгар, он как-то так отписал. Да, аристическая диалектика называется у него, или там вот есть у него варианты, он долго думал над названием, и вот пришел к такому варианту. А он отвечает там на вопрос, если все эти 33 не сработали, что делать? Ну, это 33 оки, он их называет. Да, то есть, ну, вы знаете, это... Они настолько разноплановые... И еще 34-ка есть, по которым я не узнал. Если они не сработают, я даже не знаю, что вам делать. Да что, убирать табуретку, по-моему? Походу, так оно, наверное, и есть. Но действительно, объективно, сработает, ну, очень велика вероятность того, что они срабатывают. То есть, как минимум, вы достигаете такого компромиссного решения спора ухода от поражения. Вы, как минимум, не проиграете. То есть, самое вот, что поразительно, что... Понимаете, что все философы, это ученые, которые все ориентированы на что? На что-то хорошее, на что-то положительное. Давайте будем вот как-то там какие-то методы влияния изучать там или что другое. А Шопенгар говорит ничего подобного. Давайте будем спорить, давайте будем изворачиваться, уворачиваться, оскорблять и так дальше. А вы, главное, не проиграли. Ну, хорошо. Шопенгар – это не тема на сегодняшний вопрос. Да, это споры именно межречностные. Конечно. А, или платоновские споры, это как диалог, то, с киснем, то, с киснем, то, с киснем. А тут очень просто. Шопенгар говорит, если вот вы вдруг столкнулись с этим человеком, вот один из сотни, платоновский диалог, сократовский диалог, то, говорит, вам не нужны никакие правила. Вот то ваше внутреннее отношение к этому диалогу, оно определит всё, весь сам процесс. Если вы хотите, вам не нужно правил, законов, норм. Вот скажите, зачем вам нужны нормы, правила для того, чтобы нормально себя вести? Для того, чтобы не оскорблять, не обижать? Ну, говорит, так всё понятно, тут определяется поведением человека. А вот… Тут такая вещь интересная есть, что у нас, я столкнулась с тем, что если говоришь человеку и правду, или такое есть, как положение вещей сейчас, он воспринимает это как оскорбление. Ну, и как это, да, и как вот говорить о том, что я считаю, что я веду себя нормально, не бегая там, не заигрывая, не обманывая ничего, говоришь человеку то положение вещей, которое на данный момент существует. И обосновываешь, почему ты так думаешь. А если ты обосновываешь, это оскорбление вообще в квадрате. А вот здесь вот мы можем уже обратиться к советам другого товарища, а именно Дейла Корнеги, который будет строить свою абсолютно уникальную модель общения. Абсолютно уникальную. Кому-то она нравится, кому-то не нравится. Мы не можем… Тут вопрос субъективного. Но то, что это работает, это факт. Мы не можем говорить, что это работает на 100% в 100% ситуации. Но это действительно для многих людей является, ну, скажем так, вариантом для общения. С другой стороны, вот я рекомендую два таких формата. Первый – это такой, скажем, дружеский формат общения. Это Дейл Корнеги. Вот четко все рекомендации. А с другой стороны, есть конфликтный формат общения. Это Карстен Брэдемайер. Черная риторика. Карстен Брэдемайер. Черная риторика. По одной названию вы понимаете, к чему идет речь. У него есть фактически много… Это Брэдемайер, это… Власть и магия слова. Власть и магия слова, да. То есть у него там есть цикл работ. Но, как по мне, именно вот черная риторика является, ну, скажем таким, оптимальной работой, в которой собраны основные позитивные идеи из всех предыдущих. Почему? Потому что, опять-таки, мы не будем забывать про такое явление, как маркетинга. Ну, является… Он себя позиционирует, как коач номер один по эффективной коммуникации. Западная Европа. Это все маркетинг. Мы помним, никто из этого не уберет. Американский, по-моему. Да, конечно. То есть, ну, тут нормально. Так бывает. Но это два противоположных подхода к общению. И я бы не сказал бы, что один из них лучше, а второй хуже. Это все равно, что день и ночь. Потому что, когда мы общаемся по-хорошему, скажем так… Манипуляция. А что, у Карлэгии нет манипуляции? У Карлэгии нет манипуляции. Я считаю, что поэклик – это самая высшая форма общения, если на общий цивилизм. Конечно. Ну, тут, видите, опять-таки. А что? Все равно это манипуляция. А что говорит ваша? А за что? Не, не, это необычный ум. Наступившим ум на ноги можно приносить. Только надо правильно понимать, на что говорить. Ну, тоже есть момент. Многие Сократа критикуют вне искренности. Но работает. Понимаете, он же прикидывается дурачком вначале. Первый принцип Сократа… Дать поговорить собеседникам. Прокинутость навигласом. А это уже определенная манипуляция. Он создает определенное влияние. Как бы не манипуляция со стороны собеседника, это манипуляция со стороны себя. Я себя вам о себе как хочу. Я не ущемляю свободу слова свою, точнее, свободу воли свою и даю полное право свободе воли собеседника. А любая риторика, типа вот черная риторика, это попытка ограничить свободу воли собеседника. Ну, то есть сузить его возможность выбора и развивать мысли. Конечно, но даже то же самое, если мы возьмем того же Сократа, тоже определенная манипуляция присутствует, потому что вы не открываете человеку всех карт. Я не закрываю. Конечно, конечно. А здесь я четко подложу, все такие вилки, типа и так, и так, и так. И ты всегда попадаешь в глаза, когда тебя просто ведут туда, как бы, в Сократовскую сторону. Ну, вы же знаете, чем закончилось большинство сократовских попыток. Тем не менее, Европа в Сократовском, он просто сократовский. Да, он очень добробольно по собственному желанию. Абсолютно по собственному желанию. Это, можно сказать, вообще, так сказать, слитологичным было в его ситуации. Это соответствовало его мировоззрению. Его позиция, это было просто переход на другой. Да, он дошел, полностью согласен, он дошел до своего уровня. Знаете, как в буддизме, да, вот идет определенное перерождение. Он дошел до своего уровня, он сказал, ребята, мне с вами неинтересно. Я хочу пообщаться с мудрыми людьми из прошлого. Он же верил в дуализм, мир дей, мир вещей. Он был уверен, что он попадет, его душа попадет к другим душам, которые там сверху находятся, и он будет общаться с достойными людьми. Ну, ну, через Платон на Европу устроен очень хорошо. Это трех шаг практически, как бы, я представил наш культ. Ну, вы же помните, да, о том, что все возрождение, даже Платон и Аристотель, все, а мы же последователи только этого. Хорошо. То есть, ну, тут, в принципе, очень интересный вопрос, конечно, маевтика, насколько это эффективно, насколько действительно это. Многие, кто пытались использовать маевтику, жалуются именно из-за низкого уровня эффективности. То есть, нужна маевтика плюс проказная. Да, то есть, должна быть какая-то такая вот ситуация. Но маевтика предполагает, что определенный уровень... Не факт, нет. С кем Сократ... Для кого Сократ придумывал свою маевтику? Для кого угодно. Он выходил просто на площадь и говорил, вот, вот давай вот сейчас с тобой вот. Вот давай вот ты готов, вот давай сейчас с тобой поговорим. Конечно, они были не готовы, но те, кто переживали вот эти разговоры с Сократом, вот эти вот жесткие, долгие разговоры, они говорили, что я заново родился. У меня новое мировоззрение, я прозрел. Это тяжело, но ноги не выдерживали. Так в наше время в городу дают такие разговоры. Сократа что же били? Кому легко? Кому легко? А кто сказал, что же били? Нет, ну там же Сократ, можно еще ходить какие-то каратэ, а потом и Сократа ходить. То есть, надо быть готовым во всеоружии. Как можно припомнить, сделай дух и все остальное. Это комплекс. Хорошо. На данный момент вопросы? Все более-менее понятно? То есть, вы понимаете мой подход? Понятно, черная риторика тоже. Тоже понятно, то есть, действительно, очень интересная вещь. Хорошо, итак, давайте я предлагаю дальше двигаться к тоже очень интересному такому понятию, которое определяет поведение человека во многом в разных коммуникативных ситуациях. Риторика использует такое понятие, обратилась к философии Фридриха Ницше, к его политической концепции, поэтологической концепции, и взяли такое понятие, как воля к власти. Воля к власти. Воля к власти. Да, воля до влады. Воля к власти. И что такое воля к власти? Риторика рассматривает этот термин для того, чтобы попытаться объяснить мотивацию наших с вами действий, когда мы вступаем в коммуникацию. Риторика говорит о том, что наша коммуникация полностью подтвержена воле к власти. Что такое воля к власти? Это наш природный потяг, какой-то вот такой вот тяга, самоутверждаться в результате того, что наше мнение принимается другими людьми. Давайте обратимся к нашему опыту просто общения. Что хорошо, все, что большая чувство власти, воля к власти, власть в человеке. Что дурно, все, что происходит, истонно, 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 истонно лучше. В рамках его тоже, опять-таки. То есть тут идет идея того, что мы постоянно ведем борьбу за место под солнцем. Вот в нашем обществе. Постоянно. И место под солнцем – это утверждение, самоутверждение. Мы чувствуем удовлетворение от того, что когда нас слушают и к нам прислушиваются. И это полная правда. Вспомните, что вы чувствуете, когда к вам приходит за совет кто-то другой. Правда, приятно? В первом уровне превосходство, а в втором – принять. И это, конечно, является действительно очень важным фактом. Именно самоутверждение. И вот тут вот, когда вы общаетесь с тем длинным человеком, очень важно почувствовать мотивацию этого человека. Если человек будет пытаться самоутвердиться за ваш счет, тут речи о какой-то дискуссии даже и близко быть не может. Понимаете? Да, поэтому волю к власти, вот этот вот фактор, мы должны для себя закрепить и постоянно помнить о нам, что очень много людей в своей коммуникации мотивируются именно действиями этого фактора, его влиянием на наше сознание, на наше мировоззрение. Следующий такой момент. Вот мы много уже говорили о том, что такое убеждение и как оно действует на нас с вами. Вот мы наконец-то подошли к этому фундаментальному для риторики, для иерристики понятию. И тут же возникает вопрос, опять-таки, а что такое убеждение? В первую очередь возникает желание, что сделать его в чем-то измерить, да? Вот когда мы говорим, я уверен на сто процентов. Зачем мы хотим сказать, я уверен на сто процентов? Почему точнее мы так говорим? Почему мы так стремимся? Как вы считаете? Пытаться переубедить, хотим на что-то оперяться и так дальше. Поэтому я в свое время поставил перед собой вопрос, а давайте попробуем проанализировать, а что же такое убеждение и как мы используем это слово или понятие. И достаточно быстро свел, вывел точнее три основные контекста употребления этого понятия, убеждения. Итак, я говорю слово убеждение, первый вариант, когда я веду речь о максимальном доверии к определенной информации. Например, я говорю, я убежден в том, что сегодня вторник. Что это означает? Давайте переведем в максимальном уровне доверия к определенной информации. Я доверяю тому, что сегодня вторник. почему это важно? Если быть абсолютно последовательными, то большинство знаний, которым мы с вами владеем, существует именно в формате доверия к чему-либо. Давайте посмотрим так объективно, рационально. Вы знаете, что существует Австралия или верите, что существует Австралия? Я знаю, я туда билеты покупала. Но вы же еще не были? Нет. Вот. Вот когда приедете, вы нам расскажете и покажете все. То есть идею понимаете? Вот вам пример доверия. Я, например, в 100% уверен в том, что существует Австралия, потому что мне об этом рассказали в школе на уроке географии, показали земной шар, показали, как это все остальное делается и так дальше. Кстати, а вы знаете, что австралийцы демонстрируют абсолютно другую в школах карту мира? Да. Нет. А японцы точно там, в Китае. Там карта мира абсолютно другая. У них Австралия сверху находится, в верхней части земного шара. А японцы тоже. То есть тоже опять-таки вот вопрос. Точка зрения пришла. Точка зрения. Все. Иси сиденья. Сиденья, зрения. Когда у тебя Ильбопа здесь, на выборках, здесь Япония, потом между Австралией и с этой стороны Америки. А здесь с первой стороны. А япония вообще столько мне видно на карте. На фоне Африки. Очень хорошо видно. Не, если... Я могу принести пока На нашей, на нашей карте. А на их карте, конечно, они хотят поставить. Шутка про глобус Украины, это байк. А на пакет было брать. Ты знаешь, что-то уже выпускается. Нереально продаются на Майдане. Интересно, надо посмотреть. Я не обращал внимания. Нет, не обращал внимания. Серьезно? Даже так? Нет, я себя... Майдан с одной стороны, но ее уже на то продают. Не обращал внимания. Честно говоря, если бываю на Крещатике, то только проездом под ним. Мне тут, да, Вича, книжку посоветовали. Я не могла отторваться, но, конечно, это кошмар. Что, ну, унаунсу финансировало. там сказано, что украинский санскрит пошел в Украинский санскрит. И любой какой-либо. Ого! Да! Вот это было... Там все такое. Такое? Угу. Что, Иисус Христос Украинский? Такое? Ну, само собой. Орган тоже такой. Слышите, я думаю, приблизительная идея, понятно. Не надо. Не надо задавить. Кто-то читал? Я это читаю, я же, как бы, с критическим подходом чуть-чуть. Я читаю, и мне просто дурно, потому что, когда сравнивают теперешний украинский язык с санскритом, не дая, не давая при этом, ну, какой-то историческом развитии, но исторической филологии, язык как развивался и так далее. То есть, естественно, как-то на санскрит, основа, по рту, да, все доказано. Тут, конечно, мозг, конечно, напрягается. Вы помните, тут была чудесная передача во времена еще взгляда, это наш Ленин-Грих. Вот это вот, тут то, что люди сгалывают все, что угодно. Нет. А если это будет? Она написана очень монифляционно и вот на эмоции. Она вот так, вот так, вот, да, вот это вот. Ну, шутки шутками, но вы понимаете очень большую серьезную проблему. Тоже, опять-таки, с которой должна бороться риторика и давно бороться образование. Это проблема вот развития критического мышления в аудитории. Сейчас приведу вам два примера. Один пример из пятого столетия до нашей эры от Платона, цитата, а второй пример из моего личного опыта совсем недавнего. Платон в пятом столетии написал, вы знаете, он там, несколько политических, у него есть работ относительно, низкого эффективности демократии как формы устройства и так дальше. И вот у него есть цитата в диалоге Горги и Платон пишет, что если на место, вакантное место доктора в больнице будет претендовать хороший доктор и хороший оратор, то пишет, Платон у меня нет сомнений, что должность получит кто? Оратор. Оратор. Совсем недавно. Я, ну так, в бытность своих интересов, коммуникация, влияние и тому подобное, люблю посещать разного рода социологический опрос. Там люди формируют свою мысль и объясняют, почему они формируют таким или иным образом. И все это самое главное делается в формате вот именно бесконфликтного. То есть, да, потому что, когда вот очень часто сталкиваются просто даже два человека и кто-то начинает свои политические взгляды излагать, то автоматически получается, срабатывает принцип не свой, значит чужой. Да, так и есть. А вот формат социологического опроса, то есть, вот такой тоже стол, сидят там 8-10 человек и люди обмениваются своими мнениями и они объясняют, почему. И все это делается настолько корректно и толерантно, что не возникает конфликта и интересно людей послушать. И вот людям задают вопрос, а кого вы проголосуете, на следующих выборах? Это когда было, пардон? Две недели назад. А, то есть, это вообще современно. Вопрос вот буквально вот про будущие выборы, да, то есть, если вдруг у нас завтра в Украине будет цель, то из-за кого проголосуете на первом месте? Половина выразила мнение, которое просто взорвало мой мозг. Они назвали две фамилии, не буду называть, не суть важна. Скажите. Нет, на Т. На Т. На Т. Тимошенко, Юлию Владимирову назвали в первую очередь и назвали, сейчас вспомню, Лешко. Да. И вот ведущий задает вопрос, девушка, а почему вы проголосуете именно за этих людей? И вот, вот эти вот люди, которые высказали эту позицию, вот они, их была очередь говорить, они взяли паузу, потом один из таких мужчин, вот в возрасте уже где-то за 50 лет, он ответил точку зрения, которую подержали 100 лет, сказали, ну, они умеют красиво говорить и вот так вот бегать от своих к чужим. И вот мне стало плохо от понимания того, что люди выбирают президента человека, который умеет красиво говорить и вот так вот бегать от одного ко второму. И они делегируют право на развитие нашего государства таких людей. А вот скажите, чем отличается цитата Платона? Ничего. Вообще ничем. И поэтому, к сожалению, популизм, популистика, вот то, о чем вы сейчас, те примеры, о которых вы говорили, это является жизненной реальностью. И есть только одно средство для борьбы с подобной ситуацией. Это образование. И развитие, то, о чем вы говорили, критическое мышление. А еще можно, это, знаете, вот как раньше был, голосовой ценз. Вот его нужно обводить, наверное. Знаете, он мне недавно. Это просто чудесная мысль. Давайте запретим вот как депутатам просто запретим выезд детей двух поколений. И самый простой способ, очень простой. Они тогда будут рассматривать. Обычно люди с таким психотипом, они, с вами, меркантильные, живут в земле и ничего больше не видят. Государство на уровне закона принимает. Волос стоит там 2000 или 1000. Ты можешь проголосовать или забронить? Все. Мы с Дорьском обсуждали эту тему. Единственное, что ничего не изменится. Чуть-чуть будет, чуть-чуть будет социология другая. Из этих людей, которые остались, не будет того, что вы ждете. Вот эти люди, которые останутся, проголосуют тоже не так, как вы. успехов в жизни. Ну, в данном случае, я когда-то уже говорил, ввести нужно социальный капитал. У нас сегодня никто не считает. В мире есть финансовый капитал, финансовая декларация, есть социальный капитал. Так вот, в хороших играх это уже отработан экспириенс. Вот этот экспириенс, он зарабатывается делами и какими-то... то есть за время жизни. Там совсем мало дел. Мало дел. Не важно как. Но есть некий потенциальный показатель, который описывает человеческую сущность с точки зрения социальной ценности. То есть, ты родился, имеешь, допустим, тысячу баллов капитала. С каждым годом ты получаешь плюс 10 капиталов. Косячишь там, минус там разный, за какие-то заслуги, там, награда получила, ну, орган за YouTube, плюс 10 тысяч сразу капитал. Ну, и так далее. И в итоге ты получаешь некий капитал социальный и с проходной балла, допустим, голосовая, еще не меньше 10 тысяч. Ты должен после рождения вот как минимум не растерять. Ну, это вот самый простой способ. Как мы делись в мире? Интересно. Сколько после нашей реалии? А ты делаешь, сколько было на Славчин, так как инженер, скажу, есть стимулы действующие и обратные. То есть и обратная связь. У нас в системе политики есть действия только направленные на одно. У нас не политика, у нас общество. Математика. У нас не такое общество. Понимаешь? То есть какое-то... Ты покажите, расскажи, я так просто... Тут очень... Просто политика это отражение нашего общества. Я знаю. К политическому мышлению готовы там очень небольшой процент населения. И в принципе все остальные живут в плену концептов, которые там занимают их внутреннее я, заменено неким концептом. И вот представьте себе в этом концепте, который там называется, например, «Справный украинец». Вышиванка, там, как бы, умова, там, «Люблю Украину», «Нэнька», там, все остальное, «Сало» и «Борщ». И тут появляется какой-то политик, который, например, ну, всем подходит, но он говорит на русском языке. Да? И все, у человека критическое мышление тут уже не работает, тут и работает концепт. То есть в этом концепте, в котором он себе главным назначил, такой политик не может быть президентом. Вот и все. И то же самое происходит со всеми остальными. Концепт диктует им, как-то голосовать. И они сами там разбираются. Обратите внимание, что меня очень радует, что все больше и больше появляется людей, которые начинают думать и понимать о том, что такое критическое мышление. Даже вот ваша реакция на предложение, это уже является просто очень хорошим симптомом. Если люди начинают об этом думать, не важно. Мы же голосуем. Справедливости ради можно сказать, что мы здесь, во-первых, давно знаем, во-вторых, у нас у всех какие-то специфические такие знания есть. То есть мы прошли уже довольно долгий путь. Тут очень простая срабатывает система. Вот вы представляете себе, что произошло, когда в 13 веке фактически открылись первые учебные заведения светского типа? Университетского. Да. Понимаете, что произошло? То есть на протяжении длительного времени люди не получали такого образования, как то понятие, которое мы сейчас с вами имеем. Это было специфическое образование. Оно не было плохим, не было хорошим, оно было специфическим. И вот тут работал просто принцип сняжного кома. Родители всегда хотят дать детям лучшее образование, чем они имеют сами. И тут то же самое. Чем больше людей в этом поколении у нас в Украине будут задумываться об этом, вы же своих... А что же вы хотите? А что делать? А тут подруга. Согрение подрекает. Я еще хочу пожить в Украине. Я тоже хочу. Все хотят. Все хотят. Хорошо. Давайте вернемся дальше. Итак, первое понятие. Помните? Первое понимание слова убеждение. Это вот я убежден в том, что. Это значит мы доверяем чему-либо. Я уверен в том, что Украина когда-то станет процветающей страной. Я доверяю в эту, верю в эту информацию. Я наконец-то извините, вот конечно это не в тему, но я наконец-то поняла различия во французском языке двух глаколов, которые означают знать. Они это connaître и еще сабло вот они в зависимости от контекста вот я говорю Жусе надо же кунель и вот это вот путаница вот это вот как раз это путаница из-за того, что один говорит что я убежден я знаю а другой говорит что именно я знаю не, 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 не потому что я это экспресс как раз вот я его знаю потому что я с ним знакома или например ажурсе это я да, я понимаю о ситуации вот ну как бы убеждение есть, есть конечно это вот спасибо периодически вот такие вот нюансы семантические нюансы они возникают уже на себя пришли вообще я поняла как это почему японский японский пишет на вашем языке там другая тема там как-то параллель сиру и вакару пардон это тоже японский владею и там я говорю сиранай они говорят вакаранай а я сиранай это я не знаю а вакаранай я не понимаю и для них это одно и то же это разные стороны недавно пока ты видишь в каком случае использовать вакаранай не понимаю а в таком случае не знаю это тоже своя специфика видите каждая культура имеет свое давайте будем двигаться мы не успеем даже до 12 а мне вопрос можно перейти в нашли заведение Алексей нас уже хорошо Алексей я привезу домой я обещаю итак убеждение первое доверие к чему-либо я верю в то что хорошо проехали следующий пункт убеждение что такое мои убеждения вот я говорю фразу я это не соответствует моему убеждению например ну это у принципы какие-то какие-то устои которые у меня сформировались правильно мировоззрение правильно элементы определенные элементы вашего мировоззрения ценности какие-то традиции например я это не соответствует моему убеждению это не соответствует моему убеждению например что не соответствует моему убеждению я например категорически против того чтобы люди выбрасывали мусор на улице вот это не соответствует моему убеждению я считаю что мусор надо кидать мусорник все вот выгуливать собак там без наморников Да, это несоответственно, есть определенные нормы. Вот это вот убеждение. И третье. Убеждение как процесс влияния одного человека на других. Убеждение как процесс влияния. То есть три аспекта. А теперь давайте посмотрим, как они друг с другом взаимосвязаны. Я, оратор, влияю на вас через процесс, правильно? Я через процесс, я говорю, я двигаюсь, я шведу руками, какие-то делаю невербальные, вербальные средства, чтобы вас убедить. А что означает убедить? Убедить, смотрим пункт первый. Чтобы вы стали доверять чему-то, о чем я говорю, да? То есть я делаю пункт третий, для того, чтобы у вас возникло убеждение как пункт первый. Для чего? Для того, чтобы достичь пункта второго. Я вас убеждаю в чем-либо, чтобы вы поверили в то, что я говорю. И чтобы это то, что я говорю, стало элементом вашего сознания. Чтобы это стало вашим мировоззрением, и чтобы вы это действовали. Вот это вот три очень тесно взаимосвязанных элемента. А теперь давайте посмотрим убеждения на фоне других средств влияния на человека. Таких, например, как примус, яхт цепрекласты. Принуждение. Принуждение. Что такое, чем отличаются принуждение и убеждение? Что легче, как вы считаете? Убедить? Нет, мы не убедить. Или заставить, да? Заставить. Ну, есть определенные нюансы, но все же, что легче? Заставить. Заставить. Что нужно для того, чтобы заставить вас что-то сделать? Если это на работе начальника, то в любом случае делать. Итак, нужно важель определенный рычаг давления на вас. Да. Есть рычаг? Шеф говорит так. Один раз опоздаешь, уволю. Рычаг давления? Рычаг. Рычаг. Детей, как очень часто родители, заставляют ходить в музыкальную школу. Да, там, может быть, не дай бог, кого-то было очень тяжелая штука. Белла, мучали. Вот, видите. Эффективно, просто. Ремень достал, процесс пошел. А теперь давайте посмотрим с другой стороны. Что происходит, как только пропадает этот рычаг? Ведь рычаг не вечный. Обратная пружина берет по углу. И того, кто рычаг держал. Да. И всем плохо. Ломается скрипка, и все больше никогда не берется в руки. И причем принципиально, правда? Да. И я жалею, что вот так получилось. И на зло себе, и на зло им. Да, да. Ну, надо было это сделать, потому что вот это вот оно срабатывает в нас. С шесть лет вы унимали мозг, но закончилось плохо. К сожалению, нормальная ситуация. И есть третий. Очень малый, изъеданный способ влияния, который называется... Это не принуждение и не убеждение. Да. Украинский умолк называется навиевание. Это женщины делают. Понимаете? То есть это такое что-то среднее. К чему прибегает, кстати, достаточно большое количество людей, но в разных формах. Если мы подойдем так, достаточно скрупулезно, например, то же самое НЛП. Внушение. Вне инвестическое программирование. Оно использует те же базовые идеи такого вот какого-то внушения, гипнотизирования и так дальше. То, что зомбоящие. Да, четкий пример зомбоящих. Вот то, что они делают. Это идет определенная такая вот форма. Это, оно совмещается, но есть разные определенные отличия. Итак, да, вот. Чем убеждение лучше всех других? Это эффективность. Если вас в чем-то убедили, да, это долгосрочная перспектива. Вы ведь будете делать это сами. Если вас в детстве убедили, что вам нужно ходить на скрипку, вы ведь ходили бы и грызли бы эту скрипку с радостью. Да. Ведь можно махать смычком просто для формальности, для галочки. Да, так и было бы. А ведь можно делать это с душой. Удовольствие получать. Получать удовольствие. Ну, хоть пытаться получать удовольствие. Хоть как-то. Оно, может, со временем придет. Поэтому убеждение, конечно, это цель, это фокус. Любой деятельности оратора. Его задача – переубедить всех нас. И теперь мы подходим, по сути, к кульминации нашей сегодняшней встречи. А как же достичь этого убеждения в рамках коммуникативной деятельности человека? Ответить на этот вопрос очень-очень сложно. Потому что убеждение – это очень тонкая грань. Вот как часто бывает, когда наводишь человеку 20-30 аргументов, и он вроде как уже убежден, и потом раз – одно предложение, одна идея ломается. Все то, что сделали в предыдущие 20-30, начинает греть на сомнение. Как же эффективно убедить человека? Риторика не придумала ничего интереснее, чем обратиться к опыту умнейшего человека, ученика Платона, Аристотеля Стаггерита, который очень четко сформулировал и описал три основные пути влияния на сознание человека. Это так называемые логос, этос и пафос. Логос предполагает апелляцию к нашему с вами разуму, сознанию, рациональности, эффективности. Этос, в свою очередь, использует такие, скажем так, морально-этические, социальные ценности, нормы поведения, традиции. Ты про глобас, что ли? Нет, про этос, этос, этос. Сейчас мы вкратце, я представлю, а потом мы детально проанализируем каждый из них. Этос – это моральные ценности, традиции, религиозные взгляды обязательно, это этос. Авторитеты, как религиозные, так и не только, это тоже этос. И третий путь – это пафос. Пафос, то есть эмоции. Вызвать у нас с вами определенные эмоциональные переживания, которые определяют наш с вами выбор, наши с вами эмоции, ход наших с вами мыслей. Итак, концентрируемся на одном. Логос – рациональность. Что сделать так, как сделать так, чтобы логос был максимально эффективным. Итак, первое условие. Логос преподносится слушателям только в двух возможных формах. Первая форма – силлогизм, вторая форма – антимема. Это чуть-чуть из логики. Кто-нибудь слышали слово силлогизм, антимема? Чем отличается? Кто-то слышал? Силлогизм – это размышление, которое представлено в полной форме. То есть у нас все предпосылки, вывод обязательно, все есть. А антимема – это то же самое размышление, но оно представлено в сокращенной форме. То есть какие-то сегменты упущены. И это очень важно. Вот давайте приведу такой пример. Стандартный пример из учебника в логике – классический силлогизм. Все люди смертны, сократ человек, и того сократ смерти. Все люди смертны, сократ человек, сократ смерти. Мы имеем две предпосылки и делаем из него вывод. Вот это вот типичный силлогизм, все очень просто и четко. А есть антимема, она сокращена. Ее можно представить так, в такой форме, например, «все люди смертны». И все. Да, то есть как бы остальное мы додумываем самостоятельно. Здесь есть тоже еще такой очень интересный момент, как, например, такая фраза. Наверное, неоднократно вы ее слышали, или как минимум вы ее использовали в своих размышлениях или оценочных ситуациях. «Он виноват, потому что он покраснел». Он покраснел, значит, он виноват. Наш ход размышления или нет? У нас на другой ход размышления. Если видны не всплыла, значит, на ведьме. А если не всплыла, значит, получается, начало. Да, тоже железобетонное размышление. Тут пример. «Он виноват, потому что он покраснел». В чем суть этого примера? Понимаете, что здесь отсутствует много дополнительной информации. «Не все, кто краснеют, виноваты». Это другой вопрос. Смотрите, просто вот возьмем факт. «Он покраснел, значит, он виноват». «Здесь не четкая логическая связь. Она сделана четкой, но это не нужно копать. И очень много таких вещей в наших...» Именно используя антимемы, построенные 99% софизма. Софизм — это логическая ошибка в размышлении, которая используется специально. «Он виноват, дура». Чтобы... «Он виноват, дура». Софизма вот именно... Цель такую, чтобы оскорбить человека, обидеть, унизить человека, поставить в неприятное положение в глазах других людей. Большинство софизмов на это направляют. И, итак, логос предполагает или силогизм, или антимему. Ничего более. Следующее условие эффективного логоса — это использование всех законов логики. Соответствие всем законам логики. А законов логики всего четыре. Какие мы знаем законы логики? Вот кто-то слышал. Я вижу, вы люди подкованные. Это методы. Индукты логические, помню? Да-да-да. А законы логики... Всего четыре закона логики. Четыре базовых. Нет, нет. Это принципы. Первый закон называется «Закон тождества». Да, противопоставление, тождество. Тождество, противоречие, исключенного третьего и достаточного основания. Четыре закона. Что характерно? Такой интересный факт. Первые три закона... Вы понимаете, что законы логики, они существуют объективно. Независимо от нашего желания. Это факт, например, прямой параллель с законом физики. То же самое. Они существуют независимо. И вот первые три закона сформулировал Аристотель. Тоже, опять-таки, не совсем правильно, потому что два из трех законов начал формулировать демокрит, но Аристотель стал, знаете, как это бывает в истории, к сожалению, таким вот известным. Он их всем показал, поэтому все знали, что Аристотель – отец. Три закона. А четвертый закон, представляете, он сформулирован был только через 2000 лет. Достаточно основания именно. Да. Его сформулировал Готфрид Лейбниц. Опять-таки, он вошел в историю Лейбниц, как человек, который сформулировал четвертый закон. Хотя в работах Паскаль-Обреза уже присутствовали фактически тот же самый закон достоинственного основания. Вот представьте себе, четыре закона между третьим и четвертым 2000 лет прошло. Вот вам эпоха Средневековья. Темная эпоха, почему ее так называют. Итак, давайте кратко вспомним каждый из законов. Закон тождества. В рамках одной мысли мы должны под одним предметом иметь в виду только один и тот же смысл. Ничего больше. Если мы говорим, что вот этот вот предмет, мы называем его флешкой. Значит, вот флешка – это должна быть именно эта флешка. В рамках одного рассуждения, мысли, одного акта действия. Очень простой пример нарушения закона тождества. Такое вот размышление. 6,3 – это парное и непарное число. 6,3 – дурибнее. Равняется. Равняется 9. Вывод. 9 – это парное и непарное число. Да, это является типичным примером софизма. То есть это сознательное использование ошибки, логической ошибки, в частности, нарушение закона тождества. А в чем тут произошло нарушение закона тождества? Ввелась третья составляющая. Нет, еще раз. 6,3 – это парное и непарное число. Первая предпосылка. Вторая предпосылка. 6,3 равняется 9. Вывод. 9 – парное и непарное число. Где нарушение закона тождества? Два раза используются и, только в разных ситуациях. Правильно, абсолютно. В первом предложении мы и говорим как союз. А во втором и мы говорим как математическая операция плюсование чисел. И вот это нарушение закона тождества приводит к тому, что мы получаем софизм, обман, нарушение и тому подобное. Вот это закон тождества. Ничего сложного, согласитесь. Если вы говорите про косу, как про сельскохозяйственный инструмент в рамках одной мысли, если вы не хотите обмануть своего собеседника, вы же не будете менять ничего в своей мысли. А вот в следующий раз мы уже можем сказать, например, про женскую косу. Следующий закон – закон противоречия. Тут действительно достаточно интересная и немножко сложная ситуация. Потому что здесь речь идет о том, что два противоположных суждения не могут быть одновременно истинными, но могут быть одновременно ложными. Два противоположных суждения не могут быть истинными, но могут быть одновременно ложными. Как вы это себе представляете? Сложный момент, да? Не рыба, не мясо. Нет. Ладно, попробуйте. Два противоположных суждения. Да. Ну, если он и рыба, и мясо, он не может быть и рыба, не мясо? Но и не рыба, и не мясо он может быть. Он может быть абсолютно правильным. То есть тут есть несколько условий. Во-первых, мы ведем речь о разных характеристиках одного и того же предмета. Или же мы можем вести речь о том, что предмет находится в разных часовых временных периодах, скажем так. Например, мы говорим, Киев является столицей Украины. Но он же не всегда был столицей Украины. У нас был Харьков, у нас был Батурин, столицей Украины. Поэтому тут есть определенные минусы. Еще такой вариант. Сегодня понедельник, а вы говорите нет, сегодня вторник. Мы можем с вами оба ошибаться? Конечно. Можем. Потому что сегодня может быть среда. Прекрасно. Не понедельник, а не вторник. Да. И поэтому закон противоречия, он действует в таких жестких условиях. То есть должен быть один и тот же смысл, одно и тот же временное соотношение, один и тот же время, место, контекст, контекст. Один и тот же контекст еще должен быть. То есть все должно быть очень так вот сжато. А третий закон, он максимально простой. Закон исключенного третьего. Два противоречащих друг другу суждения не могут быть ни истинны, ни ложны. Одно из них обязательно истинно, второе обязательно ложно. Если мы имеем два противоречащих друг другу суждения, одно из них истинно, второе ложно, а третьего не существует. А вот сейчас надо для себя разобраться, что означает противоположные, это из второго закона, и противоречащие, это третий закон. Оно либо жидкое, либо газообразное? Нет, это противоположное. Оно жидкое. Еще раз вставляете, если мы имеем два противоположного суждения, то одно из них. Истинно. А второе ложно, а третьего быть не может быть никак. Вообще. Помните, мы говорили, понедельник, а я говорю вторник. А у нас всегда есть что? Что-то другое, правильно, да? Я говорю, я родился в Киеве. Или говорю, нет, я родился во Львове. Но всегда есть что-то еще. А здесь или-или, другого быть не может. Иначе это не логика. То есть, контексты не обработают. Пример, вот вы говорите, газообразное состояние или? Жидкое. Или негазообразное состояние. Вы говорите, сегодня вторник? А что будет противоречащим? Сегодня не вторник. Третий вариант может быть? Вот. Вот чем отличается второй закон от третьего. То есть, немножко разные контексты. Но и у третьего закона есть один минус. Хоть он и закон логики, но у него есть один минус. Георг Георгий Фридрих Егель обратил внимание на то, что закон исключенного третьего не действует в будущем времени. Давайте попробуем создать суждение о будущем. Со средой уже лучше, да. О будущем, давайте скажем. Завтра будет среда. Давайте скажем так. Завтра будет среда. В каком будущем? Среда может не быть. Может быть и не может быть. Проблема в том, что... В каком будущем? Минуты, час, день, месяц? Вы так мыслите абстрактно. Ну, просто аж интересно. Редко встречаются люди, которые способны формировать такие абстрактные интересные осуждения. Вы по образованию... Инженер. Инженер, я уже понял, да. Это выше у вас первое образование. Или может два образования у вас. Не, интересно. Самостоятельно образование вроде того. Самостоятельно. Ну, видно, что вот интересно, мысли формируете. Очень максимально простой пример. Завтра в Киеве будет дождь. Или завтра в Киеве не будет дождя. Почему мы не можем оценить так вот однозначно это выражение? Потому что мы не можем сказать это ни истина, ни ложь. Пока факта не будет, мы ничего не можем делать. Да. И четвертый закон. Лебниц. Очень, 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 очень простой. Я не понимаю, почему Аристотель до него не додумался, до этого закона. Максимально простой закон. Достоверным можно считать только то, что хорошо обосновано. Достоверным можно считать только то, что хорошо обосновано. Даже я только замеряю. Тут слово «хорошо» понятие растерянное. Да. И достоверно. То есть хорошо обосновано. И еще как обосновать. Понимаешь, какая глубина обоснования. Ну, вот. Вот как ввели на математику? Как ввели на математику? Сколько нужно привести аргументов и какого качества, чтобы вы сказали «да, все, я убежден». Тут нужно как-то. Он в условиях единоборств. Да. Ну, идею вы поняли. Итак, что такое лобус? В критическом мышлении тоже есть. Это должен в какой-то момент пополнять, сколько будет следующий факт. Конечно. Достаточно тебе наблюдений, чтобы уже переходить к их там… К суждению, суждению оценки. И достаточно ли тебе суждений для того, чтобы ты уже их оценивал? Да, то же самое. Давайте вспомним математику. Число настолько мало, что им можно пренебречь. Вот эта вот фраза меня всегда очень… Ну, что это не нервничает? Да, конечно. Это просто повешенность. Конечно. Ну, вот для математики, когда, понимаете, вот есть один, ровно один… Это только физики появилось. А математика – это вышло только, когда появились численные методы. Ну, увеличивают. Ну, конечно, понятно. Это не для арифметики, не на уровне арифметики. Но все же, идея достаточно интересна. Хорошо. Дальше. Логос. Итак, три средства, три приема, как сделать логос максимально убедительным. Да, 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 но нет. Вы видите, что тут еще игра с фактами, я посмотрю. Тут нужно, именно вот сейчас мы поиграемся с тем, как преподносить этот факт. Первый прием – это демонстрация открытости источников информации. Демонстрация открытости источников информации. То есть, да, конечно, здесь речь идет о том, что мы обязаны сказать, откуда происходит та информация, которую мы хотим передать человеку. И вы понимаете, на всех научных конференциях, все серьезные симпозиумы и тому подобное обязательно сопровождаются открытыми источниками. Это требование. Любой студент первого курса уже знает, что подавая тезисы, ты должен давать ссылки. А в ссылке все должно быть до страницы, даже больше, до переводчика той или иной работы. Следующий такой прием, как сделать логос более убедительным. Этот прием состоит в том, что мы обязаны обосновать компетентность, порядочность и ответственность источника информации. Да, если университета нет диплома, нет бумаги, не можешь преподавать. К сожалению, да. Ответственность, что вы можете, что называется, говорить о том, что мы говорим. И третий источник, третий прием такой, это тоже очень эффективный прием. Это прием, демонстрация независимых источников информации. Независимых источников информации. Давайте вот... То, что описывает научный подход? Конечно, это является условиями, причем не условиями, а требованиями к научному подходу. Привет. Вот вы хотите своим знакомым сказать о том, что завтра будет дождь в Киеве. То, что мы с вами говорили. Мы начинаем с чего? Я смотрел на синоптик. Я смотрел на метео... Для начала, для начала. Посвонил на чайную курицу станции. Да, да, да. Договорился с Богом. Договорился с Богом и так дальше. Я тоже дам. Хорошо, а вот, например, если вы говорите с человеком, который, ну, не совсем, вот, он ориентируется, что такое синоптик, что такое гезметио. Что вы понимаете? Не доверяешься, не узнаю. Да. Но это будет не логос. Это будет это. Гидромедцентр. Гидромедцентр Украины. Сообщает. Сообщает о том, что завтра в период с 4 до 5.30 в Киеве будет идти дождь, уровень осадков такой-то, там-то, 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 там-то. Дальше что мы должны сделать? Открываем фейсбук и написать. Открывайте зонтик. Эта информация подтверждается основными синоптическими станциями Европы. Данные, от которых мы можем найти на сайтах синоптик, гезметио или самый точный сайт, сайт Ларисполя. Вот это вот будет, мы покажем всю максимальную достоверность информации при формировании нашей мысли. Поэтому логос, вот, благодаря этим средствам максимально будет эффективен. И душ не пойдет? Ну, тоже другой вопрос. Потому что все понимают, что метеорологи, они, к сожалению, ошибаются. Хорошо, давайте попрактикуемся по логосу. Предложите точку зрения, которая вам интересна, положение, тезис, который мы попробуем обосновать сейчас, используя логос. Нам же нужна не только теория, нам нужна практика. Давайте попрактикуемся. Точка зрения. Вопрос, проблема, что угодно. Украинцы боятся мечтать. Украинцы боятся мечтать. Прекрасно, вы хотите нас убедить в том, что украинцы боятся мечтать. Итак, давайте попробуем объяснить, убедить аудиторию, апеллируя к этому вопросу. Почему украинцы боятся мечтать? Клогос. Потому что до сих пор нет стратегии развития Украины вообще никакой, меняемой. Неубедительно. Классно исследованием. Молодец. Молодец. А вот есть еще институт развития будущего, который провел социологическое исследование. Давайте посмотрим. Вопрос, компетентность, институт развития будущего. Вот, 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 второй пункт, компетентность. Насколько это убедительно? Я бы не использовал бы. Я даже не знаю такой организации. Есть такой вообще? Есть. Хорошо. Ну, я вам не верю, честно скажу. Я бы вам не поверил. А если бы вы сказали так, что вот, я человек, который последние 15 лет работаю в социологических исследованиях, в социологических исследованиях, и у нас буквально две недели назад было наиболее свежее исследование, которое показало, что 80% украинцев боятся мечтать, что связано с тем, что связано с тем, что связано с тем, с тяжелой экономической и политической ситуацией в нашей стране. Связано с тем, что подобные исследования, проведенные в более ранние периоды, показывают похожую картину. И так мы можем сделать вывод, да, что украинцы боятся мечтать. Вот здесь вот мы попытались открыть весь логос по максимуму. Каждое направление влияния на человека, логос, это, спаффет, имеет свои маркеры, слова, которые открывают этот подход. Если мы говорим про логос, что будет маркерами логоса? В первую очередь, статистика подтверждает. Еще маркер, это эффективно, это рационально, это подтверждает, это необходимо. Вот это вот будут маркеры логоса. Сейчас еще вкратце все пройдем, а потом, я надеюсь, мы уже попробуем действительно на примерах, проанализируем это все дело, прогоним. Если мы включим, например, критическое мышление и возьмем наблюдение те вещи, которые, допустим, не касаются каких-то открытых источников, а каких-то наблюдений из жизни тех или иных, и все равно они будут бить на рацию. Это логос или нет? Если вы будете пытаться бить на рацию, это будет логос, но потом будет вопрос, насколько это эффективно. Жестные коллективы минимальные. Вот представьте себе ситуацию. Вы владеете уникальной информацией. Институт, как вы говорили. Будущее. Развитие будущего. Суперорганизация. Проверенность информации больше, чем в Академии наук. Но я ее не знаю. Я о ней не слышал. Почему я должен ей доверять? Я не обидеть. Понимаете, почему я должен ей доверять? Я не буду на нее ссылаться. А к чему вы будете апеллировать? К истории Украины. К тому, что человек видит по сторонам. Вы же знаете, что история Украины разная. В разных учебниках разная. Ну и так же в социологии такая интересная штука. Конечно. Но вот если мы, например, история Украины, я бы к ней не апеллировал. Давайте что-то другое. А мне надо, например, к тому, что факт, например, всем сталкивается, что народ Украины, у него заложено то, что он любит прибедняться. Люди очень любят, когда вы обращаетесь к их опыту. То есть, ну вот это же опыт, да? Конечно. Все знают, что даже если будет все хорошо, ну, украинец не скажет у меня все хорошо. То есть, потому что вдруг нет денег, совсем нет денег, придется доллара менять. Если вы скажете согласно украинским народным поговоркам, украинская народная мудрость, которая была реализована в народных поговорках, говорит о том, что пам-парам-парам-парам. Но это уже будет не логос, это будет этос. Почему? Потому что мы апеллируем к традициям. Это будет этос. Это будет шикарный этос. Но это не логос. Логос, извините, это статистика. Логос, извините, это факты, которые чем-то подтверждены. Обязательно. Ну, когда я проходила в университете эту статистику, нам приводили очень интересный пример, что в учебнике по юриспруденции было написано о том, что 50% оправдательных, если речь идет о суде присяжных, то выносится 50% оправдательных приговоров, 50% обвинительных. Ну, все было бы ничего, если бы это не была такая статистика, которая основана на двух случаях. В одном был обвинительный, в другом отрицательный. И вот эта кухня, этой статистики, которую нам рассказывали, она говорит о том, что манипулируют ею как угодно, поэтому какие-то статистические данные, которые нам приводят, то есть само понимание институт какой-то сделал или какое-то научное заведение вообще там не производит это, как вижу, ни на кого особенно влияет. Это только на людей, которые там не имеют высшего образования обычно, и на них вот это то, что в газете написано, то и правда. Если ты мне скажешь «Академию наук» или «Институт будущего», ну, портон, у меня образование есть, да, я включу свой разум. Я не знаю действительно, что такое «Институт будущего». «Институт будущего». Ну, я тебе скажу, да, Сюх, Романенко, вот эта вся история, они из-за этого замеряются. Вот, тогда просто понимаете, что вы уже знаете людей тогда уже. И это будет «этос», потому что авторитеты – это «этос». авторитет – это «этос», все. Это другой, совсем другой подход. И обычно к нему люди переходят тогда, когда логос заканчивается. Помните это выражение «пушки» и последний аргумент королей? И вот здесь то же самое. Как только у нас заканчивается логос, сразу переходим к «этосу». А потом уже третий этап – пафос. Я просто старше. Да. Я умнее. Знаете, обычно говорят наоборот, по другой схеме. Не «я старше», «я умнее», а говорят «ты младше». Ты младше. Что ты можешь здесь знать? Афиляция к общим каким-то категориям. «Ты же взрослый человек». «Ты же, мне там уже 20 лет», ну, то есть, какая металленность. А вот, когда вы говорите «это, ты же взрослый человек». Что имеется в виду? Ты же взрослый человек. Ты же как ребенок. К чему это обращается? Как вы считаете? Вот, ты же взрослый человек. Ты уже должен… Понимать какие-то вещи, да? Это уже логос. Ты понимаешь. Это логос. Это намерка вернемся к логосу, да? Да. А если вы говорите «как тебе не стыдно?» Это «этос». Это «этос». Обратите внимание, только логос предполагает силогизм или антимемо. «этос». Как тебе не стыдно? Да. Это не эмоция, нет? Нет, как тебе не стыдно? Что такое стыд? Это все стоящее системы. Да. Это стыд, это то, что у нас должно возникнуть, чтобы мы что-то не делали. И здесь уже нам не нужно облекать нашу мысль в форму рассуждения. С матерью разговариваешь. Да. Как ты с матерью разговариваешь? Все. «этос». Значит, должна быть четкая иерархия. Да. Структура. «этос» апеллирует к любым эффективным средствам влияния на человека. Очень эффективно использовать религию против верующего человека. его же религию. Очень эффективно. «этос» апеллирует к социальным нормам, ценностям, верованиям. Вот так, в общем, на общем уровне. И, как это было, еще для этого фраза, буквально. Приблизительно. Ну, по убеждению о том, что это напрямую идет, естественно, короче. Ну, хорошо, вернемся, может, к этому моменту еще. Я не пишу, я обычно хочу контролировать. Это тратами колеса. Я сразу архивирую по колокам. Вот, еще один нюанс. Очень важный нюанс. Если вы апеллируете к «этосу», есть одно очень важное условие. Вы сами должны быть в этом аспекте в выигрышной позиции. То есть вы сами должны быть высокоморальными. Например, если вы апеллируете... Как ты с матерью разговариваешь? Это да, с матерью. Так не должно разговаривать. Обязательно. Если ваш шеф вам говорит, почему опаздываете? А сам опаздывается? Он сам не должен опаздывать. Но он сам опаздывает. Ну, так бывает. Ему можно, с одной стороны. Но с другой стороны. Он задерживается. Да, он задерживается. Что вы скажете, выйдя из его кабинета? Вот такой, перед такой ко мне прицепляется. И это уже будет неэффективно. То есть это предполагает, что вы свой имидж определенный будете использовать. Соответственно, эффективный имидж. И тоже, опять-таки, давайте вернемся вот к вопросу религии. Я считаю, что вот верующие люди, для них самое эффективное средство влияния – это это. Потому что вера для них очень важна. Это именно верующие люди. Они вот в этом плане очень уязвимы. С ними легко разговаривать. Если вы знаете вот как бы особенности их. С одной стороны, с ними очень сложно разговаривать. В тот момент, когда мы переходим с ними на разный язык. Если мы начинаем с верующим человеком говорить, как с человеком с развитым критическим мышлением, все, у нас получается диссонанс. Это мы говорим на разных языках. Разговаривать не о чем. Поэтому этос. Итак, самое эффективное пути влияния для того, чтобы там как-то, например, тоже еще один очень важный момент. Когда мы переходим на этос, мы забываем о сути. Теория риторики, не только риторики, выделяет два типа, скажем так, апеллирования к сути вопроса. Есть аргументы по сути, так называемые аргументом эдрем, к сути дела. А есть аргументом эдхоменем. Эдхоменем – это к человеку. То есть к говорящему. Нет, к личности человека. То есть, например, вот я пришел, говорю, завтра в Киеве будет дождь. Мы можем рассматривать первое. Сам факт, вероятность того, что в Киеве будет дождя, будет дождь. Давайте возьмем пример. Я приду, скажу, завтра в Киеве будет снег. Мы можем рассматривать первое. Вероятность того, что завтра в Киеве выпадет снег. Мы имеем факт. Первое – завтра, седьмое. Сентября. Сентября. Вероятность снега с учетом сегодняшней погоды сводится к теоретическому минимуму. Да? Но может же как-то выпасть. Бывают такие случаи, что вот раз-раз может. Где-то там как-то может. А есть другой вопрос. Можно спросить, а откуда ты знаешь об этом? Кто ты такой? А кто ты такой, чтобы нам об этом рассказывать? Разведчик. И тут уже идет к личности человека. Ты же все время рассказываешь нам только ложную погоду. Ты же все время заблуждаешься. Ты нам никогда толком не говоришь. Почему мы не верим нашему метеоцентру? Именно потому, что нет вот этой ответственности с их стороны. Нет надежности с их стороны. И вот здесь идет это разветвление. Это аргументы к человеку. Мы забываем о том, что он говорит. И только уже апеллируем. Бьем по нему самому. Вот, например, я хочу человека дискредитировать. Вот он пришел, мой оппонент. Мы с ним спорим или о чем-то там обсуждаем. Я хочу дискредитировать его. Первое, что я должен сделать, сказать, что он... Обосновать первое, что? Его некомпетентность. Его необразованность. А еще лучше. Низкий интеллектуальный уровень развития. Как это делается? Одной фразой. Такой очень грубой. Ну да. Так и делается. Поэтому это очень эффективно. С другой стороны, давайте поставим косую знаку. Тоже вы хотите наоборот. Хотите представить человека с позитивной точки зрения. Что мы о нем говорим? Что-то умница какое. Молодец. Молодец. Написал 20 статей в этой сфере. 15 лет занимается расчетами. Имеет два образования в этой сфере. Что еще мы можем сказать про него хорошего? Общепризнанно. Компетентный человек. Преподавец. Да. Как у нас говорят. Доктор философских наук. Академик. Член КОР. Нан Украины. Все. Это звезда. Это суперстар. Это называется прямая атака к личности человека. Мы его или напрямую дискредитируем, или напрямую поддерживаем. Второй метод. Это называется опосредованное обращение к человеку. Здесь используется определенная такая хитрость. Ну вот да, действительно, человек доктор, наук, профессор. Компетентен просто до мозга костей. Мы ничего не можем с ним сделать. Что у нас остается? У нас есть второй момент. Мы можем сказать, вы знаете, уважаемый, а вы просто заангажированы в этом вопросе. У вас есть ваш личный интерес. Когда твой авторитет становится твоим же наказанием. Вашей обузой. И здесь вы очень эффективный прием. Очень эффективный прием. Вы человека ставите в ужасно неудобное положение. Почему? Он должен оправдываться. А, запомните, если вы в споре начинаете оправдываться, вы уже проиграли. Если это публичный спор, мы имеем в виду. Вы уже его проиграли. Нельзя оправдываться. И вот такое вот действие, когда вы человека обвиняете в его заинтересованности, не объективность, это очень сильный удар. С другой стороны, мы можем его вот так же само поднять. Сказать, что человек несет максимально полезный и для нас, и для себя интерес. Вот вы когда ведете какие-то с кем-то переговоры или торги, очень часто фигурирует вопрос, а в чем твой интерес? А если вы скажете, сразу, сразу говорите первым предложением, мой интерес пампарам, что происходит в ситуации? Она проясняется все. Мой интерес такой-то, такой-то. Но это ведь не означает, что это весь ваш интерес. Поэтому, конечно. Но это означает, что выложив вот эту карту, вы автоматически ситуацию проясняете в свою пользу. И вы еще больше убеждаете своего собеседника. Потому что ему не нужно додумывать то, чего вы хотите. Может быть, там где-то скрыто добиться. И третий тип. Третий. Это тоже очень эффективный прием, но его нужно использовать, знаете, с хорошей подготовкой. То есть тут нужно попытаться обосновать то, что человек, человека не стоит слушать, потому что он уже в прошлом не выполнял свои обещания, например. То ты нам в прошлый раз наобещал дождя. Две недели сухо, ни одной капли не падает. Не будем мы тебя слушать. Второе. Обратная сторона этой медали. Что мы можем сказать? Вспомните, как я последний раз предупреждал о том, что будет дождь. Помните, какая дождь злыва была наступный день? А вы меня не послушали. Очень эффективные приемы, опять-таки. И вы обращаетесь именно к своей личности. И это уже будет именно типичный этос. Но самое главное, запомните, если вы говорите о том, что почему у вас просто раз не послушный, вы должны действительно иметь ратию, как кажется, да, то есть действительно было правда. Иначе вы себя просто высмеете, в общем, поставите в нехорошую ситуацию. Этос. Вопросы. Как вы восприняли? Чувствуйте разницу с логосом. Семь. Это совсем другой, абсолютно, знаете, как мы перешли на другой язык. Это любимый прием, по-моему, всех этих политиков наших. Да они... А какой у тебя паспорт? Да. А ты что? А где твоя вошиванка? Российские граждане. Где твоя вошиванка? Да, где твоя вошиванка. Почему пришел без вошиванки? Да, все. Иначе... Гимн умеешь, не умеешь, все, пошел в лес. А как часто люди, уже действительно, вот, которые в возрасте используют этот вот прием? Да, у тебя еще молоко на губах не обсохло, чтобы об этом говорить. Понимаете, это очень эффективные вещи. Очень эффективные вещи, к сожалению. И тут дальше вот возникает уже вопрос. Вот как бы вы себя повели? Вот вам человек вообще не... Публичное общение, публичная ситуация, какая-то компания. Вам говорят, какой-то там товарищ вам говорит. Да, у тебя еще молоко на губах не обсохло, чтобы об этом говорить. Психологическое кино. Да, и не только молоко не обсохло. Еще вино, поседанное... Вот, здесь есть два варианта. Вариант первый. Первый мы юмор подключаем и уходим. Уходим с конфликта. Но при этом мы, скажем так, все-таки немножко проигрываем свою позицию. Да, слегка. Слегка проигрываем. Лучше, чем блог встретить такую позицию. Молчать ни в коем случае нельзя. Вообще, категорически. Тот же самый Брэдемайер, одно из первых положений, который, он говорит, никогда не молчите. И не оправдывайся. Никогда не молчите и не оправдывайте. Ни в коем случае нельзя. То есть здесь нужно действовать какими-то приемами. Он рекомендует вообще подбирать себе в жизни и формировать определенный, скажем так, словарный запас. Определенные конструкции словесные, которые помогают вам выкручиваться из проблемных ситуаций. Как я сейчас не думаю. Меня спрашивают, что же я не сделал? А со мной мой душе сделал. Что-то так переклинивает. Все, ну, это реакция абсолютно эффективна. Так нужно действовать. Чего не остановился? Ну, все равно, в любом случае, если бы это, у тебя там еще молоко на лодоку бахнет. Да, да, да. Получается, как бы, юмор не очень, да, не выигрышная позиция. Молчание нельзя, да, то есть, как бы, ну, и тогда нужно какой-то афоризм, да, тогда продумать, к примеру. Конечно, конечно. Да, то, что... Первое, вот вы сейчас сказали, первая мысль пришла в голову. Вспомните Покровские ворота. Как меньше, как сказал. Молодость — это не порог. Он быстро проходит. Он быстро проходит. Что мы сделали? Мы прекрасно... Мы продемонстрировали... В свою сторону мы, ну, по ситуации... Да, во-первых... И у вас еще, как бы, такой момент, что, как бы, молодой дурнул порог, да? Конечно, конечно. Абсолютно ненормально зависит. Это два варианта в рамках первого, такого, скажем так, спокойного поведения. Второй вариант поведения — агрессивный. Мы можем пойти в ответку. Жесткая ответка. Ты молод, у тебя еще молоко на губах не обсохло. У вас уже близко к маразму. Да, зато я намного дальше от вас, от маразма. Или вы намного близко, зато вы намного ближе к маразму. Все. Та же самая ирония. Это уже не ирония, это сарказм, извините. Это уже сарказм. Это сарказм. Но это означает, что вы выходите... Извините, вам кинули перчатку в лицо. Это первый полотенник. Все. И уже... И обратите внимание, здесь нет места для логоса. Все. До свидания. Мы помахали логос. Да. Это уже хорошо. Да, но смотрите, вот тогда, например, если мы говорим, к примеру, о том, что... Ну, например, это важная какая-то встреча, да? Ну, вот она важна, да? И необходимо эмоции убрать в сторону. Потому что, к примеру, если я говорю, да, у вас там ближе маразм, чем моя молодость, то получается таким образом. Это уже явно конфликт, и после этого с человеком очень сложно потом общаться. Знаешь, тебя спрашивают вопросом, ты другим вопросом задаешь. Перефразиваешь. Нет, то самое. Так вам удобно. Это уже не будет конструктива. А если человек уже пришел... Если человек тебе говорит такую вещь, то в какой... А есть такой вопрос, такой попроверг. Я могу сказать, я единственное могу вам, что предложить, я могу молоком этим поделиться, пока оно у меня есть. Ну, опять-таки, это обиды будет. Но это для чего? Нет, есть выход в альтернативный. То есть, несмотря на, как говорится, на молоко, на губах, у меня вот-вот-вот-вот-вот, и какие-то факты привезли. И вернуться к в области. Ну, про это вот. Так вот, я к чему говорю, что как бы необходимо опять вернуть эту беседу в конструктивное русло. Вот, мне кажется, в чем, как бы, самый основной момент. Я хочу обратить ваше внимание, что, несмотря на то, что у меня молоко еще на губах, я закончила там три университета, у меня 120 научных работ. И именно благодаря этому я успею там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. В жизни. Я еще раз говорю, что я была часто в такой ситуации, как бы, ну, вот так вот перехватываю. Вот здесь не словесная форма, вот вопрос, вот контакт с человеком, который тебя забросил. То есть, если ты без человека, тогда надо... Понимаешь, вот смотри, вот декан перед тобой, реальная ситуация, да, как бы, вот я описываю, там, у меня ситуация АБВ, а он мне говорит вообще, кто ваши родители? И вообще, вы знаете, что вы нового от жизни хотите? Я не нашла из другого ответа, как сказать, что разве это плохо, а многого от жизни хотите? Ну, нормально. Хорошо, вы нового. Хорошо вопрос. Ну, то есть, ну, я таким образом, но я вышла из кабинета, ну, я вам честно скажу, у меня просто, как бы, ну, все мое ораторское искусство куда-то делалось, мне хотелось плакать, элементарная вещь. То есть, как бы, я к тому вину, что, как бы, нас зачастую ставят в очень такие ситуации, из которых, вы понимаете, мужчины, пардон, да, как бы, ну, я просто смотрю своего мужа, он может комплектовать. Я не, ну, вот я по женщине, но я женщина, может быть, из-за этого. Я тебе нужен, он нам нужен. Спасительный у тебя ответ или вопрос должен быть. Вот у меня у мужа железобетон, он выводит, он сразу, вот, всех остальных, все впадают сразу в это, в ступор. Он спрашивает, это хорошо или плохо? А хотите еще один такой же лайфхак? Вы дурак, но это хорошо или плохо? Еще один лайфхак похожий. Вот вам, чтобы вам не говорили, вы можете говорить, и что? И что? Разведите, пожалуйста, идею дальше, да? И что? Вот, вот, вот. Вот вам говорит декан, говорит, что угодно там, да, там, много хочешь, и что? Да. Хорошая тема. Опять-таки, видите, это вопрос, вопрос в подходах, первый подход, то, что формат декан, понимаете, декан – это ваш руководитель. Да. Очень хорошо, что рядышком никого другого не было, понимаете, и это, то, что произошло, тоже, опять-таки, декан, очень… Неэтично. Неэтично. Но это уже другой момент. Да. Он декан. Но он декан, и он может, ему все позволено, что позволено быкуту не позволено, и так дальше. То есть тут есть у нас нюансы, но есть один момент, что, к сожалению, когда вы общаетесь с людьми, мы общаемся очень часто с личностью человека, а не с тем функцией, которую он выполняет. Да. Поэтому очень часто я тоже к своему декану, когда он в плохом настроении, вообще не хожу, нет смысла. Потому что я для себя понимаю, мне надо решить вопрос, а не поговорить с деканом. Я могу поговорить с деканом так, что у меня появится еще один вопрос. Очень новый вопрос. О, да. Поэтому все очень просто. Но с деканами говорить действительно сложно. Почему? Потому что мы находимся с человеком на разных ступенях. Вы его подчиненные. И вы имеете действительно очень серьезную зависимость от него. Это уже давайте перенесем вот эту вот параллель, вот в то, о чем мы говорили, в социальную сферу. Почему бюджетники – это плохо? Потому что бюджетники, вот они находятся под контролем государства, а не зависимостью. Ты рот откроешь – не так? До свидания. Кто такие люди, которые занимаются частным бизнесом? Не нравится – я ушел с работы и все. Вот вам декан сказал, что ты себе позволяешь. Как вы позволяете себе со мной разговаривать? Вот, пожалуйста, бумажечка, подпишите. До свидания. В связи с отношением, как ты говорил, этот путь как пистолет, у меня пистолет. Ты думаешь, что сказать, когда человек боится сделать ошибку с двух сторон, тогда это не важно. Конечно. Когда один не боится, а второй боится. Тогда это все равно только не важно. Это все аргументы у вас по этому вопросу? Или что, какие-то? Ты же сильно умная. Да. Да. О, это так. И что? Я просто стараюсь. Я хочу выучить. Нет, можно начать. Нет, 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 нет. Конфликт, конфликт. Ну, просто вот это вот. Нет, у меня такой человек. Тонкость, когда конфликтует личность, которая на тебя имеет все права, уволит, можно оперировать его опытом. Лично взять его какую-то фразу, я бы в вашей ситуации поступил бы так же, но у меня, к сожалению, были другие условия и не было ваших обстоятельств. Ну, как-то так, вот типа вы классно сделали, но у меня такого не было. Не меньше. А не-не, да? Да, не-не. Ну, это очень действительно сложная ситуация, и вот похожие подобные ситуации очень часто рассматривает Бридемайер. Он описывает подобные ситуации. Тоже вот пример из его книги. Он говорит, вам дали, вы там сотрудник, вам дали подготовить доклад. Вот идет заседание, вот вы выступаете, там, пам-парам-парам. Тут он вас прерывает. Ладно, все, садись, я сам закончу. Представляете, что это такое? Что с вашим имиджем? Бу-бу. Что рекомендует Бридемайер? Ни в коем случае не сделать то, чего говорит декан или там начальник. Надо сказать приблизительно то же самое. Такую вот фразу. Это вот в наших условиях. То есть Бридемайер предлагает более, скажем так, западный вариант выхода из ситуации. Он просто говорит, что мне осталось закончить буквально еще две минуты. И продолжит просто говорить. Я не уверен, что в ситуации с вашим деканом это пройдет. Или с моим деканом. Но вот в наших условиях, когда все-таки эта вертикаль существует определенная, я сказал приблизительно таким фразам. Мне осталось закончить буквально полторы минуты. С вашего разрешения сейчас самая важная и сложная часть. Вот эта вот фраза. С вашего разрешения. Понимаете? А вот когда к вам говорят, с вашего разрешения, что вам остается сказать? Ну, с вашего разрешения. А нельзя сказать, я не разрешаю. Да. Да, можно увезти, а почему вы решили, что я дам? Потому что он будет выглядеть дураком, партнером. Конечно. С вашего разрешения он говорит, а я не разрешаю. Он говорит, вы выглядите по-детски. Это уже будет несерьезно. Очень часто риторика и вообще теория коммуникации говорит о том, что когда вы обращаетесь к человеку, вы должны в этом обращении, в предложении, поместить те слова, которые вы хотите услышать в ответ. Нельзя говорить фразу, например, ты не пойдешь со мной на свидание? Конечно, не пойду. Конечно, не пойду. Да? Надо сказать, правда ты пойдешь со мной на свидание? Ну, что хорошо, ситуация с деканами и профессорами. Сегодня по числам. Да. Или завтра. Шикарное выполнение. Если поколение студентов уже знает линию поведения и предупреждает, вот он не любит. Молоденький, там, третий курсник с барышней, вот он не любит. Поэтому будет готова к тому, что он будет тебе хамить. Ну вот, был такой пример. Курсовую работу хотела написать у одного нашего там столпа крокодила. И все мне предупреждали, что смотри, вот он третий курсник с барышней, это для него как красная тряпка для быка. Он будет тебя возить мордой от стола, как только угодно. Я зашла, ему сказала, что Борис Иванович, я знаю, что третий курсник с барышей вы терпеть не можете. И вы сейчас будете в одной, я курсовую буду писать у вас. Он так оторопел, что не нашелся, что сказать. То есть он, как бы, я в нем не писал, но ко мне сразу как-то сказал, знаете, у меня тут куча всего, третий курсник, это вообще занавто. Типа, я бы сейчас дам хорошего научного руководителя, вы с ним найдете общий язык наверняка. И все, мы так классно разошлись. Но вскрывать нарыв, если ты как бы понимаешь, что ты идешь уже, инсайд какой-то есть, то мы вот стоят сразу нарыв вскрывать. Пример из Брадемайера, аналогичный вашему. Один из журналистов вел очень провокационное ток-шоу, дискредитировал своих оппонентов. Знаете, типа окон у нас, что-то типа такое. То есть вы смеете человека, не прийти нельзя, потому что рейтинги публичные очень высокие теряются. И вот человек, как проходит шоу, во-первых, самый очень такой показательный момент. Гость заходит в студию и стоит за экраном, его не видно. Он стоит на крестике. Вот ему сказали, ты приходишь сюда и становишься здесь вот в интеркрестике. Потом, когда журналист, который уже сидит за креслом, он сидит за креслом, он там какую-то пару слов говорит, вот наш гость. И тут вы выходите как гость, подходите, садитесь, здоровайтесь с ним, садитесь на свое кресло, и дальше начинается разговор. И вот Бадемайер порекомендовал человеку, который идет на это ток-шоу, несколько рекомендаций. Вот одно из них первое, называется «Разрыв шаблона». Журналист привык к тому, что человек выходит на крестик. А зачем человека ставить на крестик? Кто приходит в гости к журналистам? Политики. Люды владные. Вот ваш декан захотел бы стать на крестик, он привык всех ставить на крестик. А тут журналист определяет роли. Вот ты заходишь, вот там на крестик встал, потом я тебе ручкой махнул, ты пришел сюда, сел, мне ручку пожал, дальше мы говорим, отвечаем на мой вопрос. Бадемайер ему сказал, там предпринимателю, который к нему пришел. Заходишь, сразу, уверенным шагом, спокойно идешь на свое место, садишься и говоришь «Добрый вечер, там такой-то товарищ, я вот готов с вами поговорить сегодня на такие-такие-такие вопросы». Ну, я, товарищи, сказывают, что я когда это сделал, там, реализовал свои сутки, все эти слова у журналиста упала челюсть. И у меня были бы то, как у вас есть. Все, это называется разрыв шаблона. Вы сделали то же самое. Понимаете, вы его, во-первых, выяснили. Что он, декан, позволяет себе такие вещи страшные? Это очень сильный ход был и очень эффективный. Вы получили то, что вы хотели. Это общение. Вот почему я очень люблю эту книгу Бадемайера «Черная риторика», потому что там вот рассматриваются именно вот такие вот коммуникативные ситуации. Но я Бадемайера рассматриваю только как вторую сторону Дейла Корнеги. Потому что у «Черной риторики», у Бадемайера очень черная риторика. А у Корнеги она белая риторика, может, слишком белая риторика. Понимаете, то есть тут вот, а что говорит Аристотель, середина всегда золотая. Поэтому мы должны владеть всем набором приемов, и конструктивными, и неконструктивными, чтобы себя защитить. У нас остается пафос. Времени ж не так много. Пафос. Это самые простые рычаги управления человеком, потому что апеллируют к наиболее низменному, к такому, знаете, к животному, к нашим инстинктам, к нашим с вами эмоциям. Например, страх, ненависть, любовь, жадность, сочувствие, милосердие. И так дальше. Давайте самые такие, самые-самые явные сейчас рассмотрим, и потом попытаемся это все делать. Это жалко, что ли? Да. Это очень часто. Вот ситуация. Вы приходите к декану, вам нужно что, отглузать, например? Ну, пожалуйста, отпустите меня. У меня такая тяжелая ситуация. У меня, что там? Мама заболела. Почему мы определили? Чтобы не заболела, надо приведать к маме. Обязательно надо приведать к маме, чтобы не заболела. Жалость. Эмоция. Работает? Ага. И мы это подружим. Объяснимо, почему? Что вы? Все очень просто, очень четко и понятно, да. Потом, очень такая вот тесная связка, такая антагонистическая, с одной стороны, это обещание обетяночка. Я в следующий раз останусь. И у Розы. А если вы меня не отпустите? Да. То я и стереку захочу на месте? Конечно. Вы будете смешны. Очень просто. С детьми. Скушай кашку. Пойдем в зоопарк. Не скушаешь кашку? Придет бабай. А схема проста. А мы же их используем всю жизнь. Меняются только бабай и зоопарки. А дальше схема остается та же самая. Причина, если п, то кью. Вот такая логическая схема. Конечно, они взаимосвязаны очень тесно. И соответственно, конечно. Ну, дальше здесь уже можно апеллировать к любым эмоциям человека. Тоже очень-очень эффективно. Это жадность. Жадность. Посмотрите, все рекламы на что апеллируют? Жадность. Жадность. Эмоция. Пособие по рекламным кампаниям на уроке. 9,999. Да, именно сегодня. 9,99. И это факт. Это же работает. Это все, к сожалению, так оно и есть. Вот работа дороже по сегодня. Итак, вот мы поговорили. А давайте попробуем это дело использовать в действии. Я приготовил набор реклам для того, чтобы мы могли сами их посмотреть и проанализировать, к чему апеллирует та или иная. Но для начала мы можем просто поговорить на тему формирования вот этой аргументативной базы разнообразной к любой точке зрения, которую мы сейчас выберем для себя как такая, которая достойна представления. Любую точку зрения. Что вам что-то может быть интересное? Все угодно. Меня устраивает, например, точка зрения, сегодня хорошая погода. Не нужно зануриваться, как-то окунаться в очень сложные темы, потому что мы сейчас не совсем, может быть, компетентны быть. Осень, лучшее время года. Прекрасно. Осень, лучшее время года. Хорошая тема? Да. Прекрасно. Итак, давайте попробуем аргументировать эту точку зрения с точки зрения Логоса. Вот Логос. Что такое Логос? Почему осень, лучшее время года? Логос. Потому что не жарко и не холодно. Не жарко и не холодно. Комфортная температура. Комфортная температура. Это будет аргумент к чему? Комфортная температура. Комфорт. К показателям, средним показателям. По статистике все произведения талантливых писателей были написаны в осеннее время. Прекрасно, только чего не хватает? По статистике. Чего статистики? Открытый источник информации. Интернет с сайта Википедия. Второй пункт. Компетентность. Мало. Интернет это не даёт. Если мы скажем так. По статистике, поданной исследователями Ухтварского университета. Британские учёные говорят? Британские учёные себя уже дискредитировали. Это уже фраза, это мем такой уже пошёл. Британские учёные. Поэтому я сознательно использую фразу Ухтварского университета. Декларации, диссертации, которые были наиболее часто в научных журналах. Написанных за последние три года, в период 2013-2016 года. Исследования подтверждают, что в осенний период было написано наибольшее количество самых выдающихся произведений. Специалисты Google говорят о том, что самое цитируемое стихотворение... Говорят, это не маркет Логоса. Утверждают. Утверждают, что самые цитируемые стихотворения в мире, которые в гугле выскакивают в поиски, они об осени. Хорошо, хорошо. Самые известные песни. Пробуют ДДТ тоже? Это ЭТОС. А почему ЭТОС? Если любители ДДТ или Мушкина... Вот, да. Понимаете? Вот ЭТОС, это... А почему мы должны поверить, что это шикарная осень? Потому что... Любишь ДДТ? Нет. Любишь осень. Правильно? Логика. Да. Поэтому мы апеллируем к авторитету ДДТ. Да. А если вот вы говорите ваш пример, вы... Гугл, объективность. Что такое Гугл? Все знают. Правильно? Спроси у Гугла. То есть все, мы апеллируем к объективности. Это компетентный источник информации. Это не просто авторитет. Это компетентное, серьезное все. Поэтому это будет Логос. А если мы говорим ДДТ или там что-нибудь еще, это уже будет ЭТОС. Мы апеллируем к каким-то моральным ценностям, традициям, довериям и тому подобное. То есть объективно мы можем сказать, что осенью всегда происходит сбор урожая. Прекрасно. Так. И это самое сытое время года со времен возникновения человечества. Которое обеспечивает весь следующий год нам едой. И в этот момент людям есть, когда заниматься творчеством, потому что они собрали урожай, они сытые, и в общем-то себя чувствуют прекрасно. Поэтому время года тоже. Хорошо. Маловато маркеров Логоса. Чуть-чуть больше доказано. Там подтверждает, не возникает сомнений. Безальтернативно, вот такого, вот что-то должно быть такое однозначное, радикальное. Ну, то есть мы можем сказать совершенно точно, что на трех четвертях там суши земной, то осенью собирают урожай. Конечно. Всяких овощей, фруктов и всего остального. Соответственно, наличие урожая обеспечивает едой большую часть населения и высвобождает его для творческой деятельности, что приводит к тому, что люди чувствуют себя прекрасно. Да, хорошо. В статистике Всемирной Организации Здравоохранения процент людей, вне зависимости от страны, которые ощущают себя более счастливыми осенью, намного превыше того процента, который приводит к весу. Великолепно, великолепно. В статистике Времена года. Конечно, все, все, четко статистика, да, достаточно убедительно. Конечно, можно там еще добавить более такие громкие названия, именитые, такие серьезные, но то, какая нам разница. Мы схемку изучаем. Да? Попробуем это же. Почему осень лучше пара года? Самая воспеваемая пара всех писателей? Во всех украинских, багаторичных, там, працях, песнях, вершах осенью першим объектом для воспевания, да, и уваги. Что еще? В другой точке зрения давайте подойдем как-то вот, что еще моральные ценности, что мы еще ценим, традиции какие-то. Свадьба начинается, период свадеб. Ну, я знаю, чувство. Свадеб, а значит, зарождение новой жизни. Вот это очень важно, потому что просто свадьба, это же не моральная ценность, а вот зарождение новой жизни, новых ячеек общества, как раньше говорили, еще что, еще новых семей, еще что, как мы можем это представить именно такой вот по ценностям. Мы еще можем сказать, что в языческий период, до первого вересня начинался новой ритм. Ну, мы же не язычники. Ну, так же, это же начиналось. Это в истории новогославян. А как, а как, вот, мы должны с этого сказать. Мы с вами, навязанные христиане, наши прабабки и прадеды были язычниками. И они были уверены в том, что год начинается именно первого сентября. А это нам... Ну, не важно. Ну, мы пошутили. Это как во 2 марта, это весна была. Ну, ладно. Во 2 марта это на год. Так это и есть... Действительно, в сентябре начинался год. Учебник. Ну, не очень. Ну, давайте с учебником подать. Ну, если вы, аграбереги... Вот видите, тогда надо быть очень компетентными в некоторых вопросах. Поэтому тут у нас не суть важна. Мы просто идеей вот идем. И вот старайтесь насыщать именно маркерами ЭТОСа. Что такое маркерами ЭТОСа? Это... Это порядочно. Это традиционно. Это правильно. Это хорошо. Это добро. Быть добру. Ну, опять же, для людей, которые любят учиться, осень всегда... Самое лучшее время года, потому что начинается новый период. А ты знаешь, ты видишь своих друзей. Да. С которыми целый... Целое лето не общался. А это разве не эмоция? Да. Это уже пафос. Это уже пафос. За кафос. По которому мы соскучились за целое лето. Это будет пафос уже, эмоция. Давайте еще ЭТОС. Я хочу ЭТОСу. Давайте такое что-то еще придумаем. Почему осень лучше всех? Осень лучше всех, потому что... Потому что мухи уже закончат. Комары не кусают. Комары не кусают. Но разве это ЭТОС? Где ценность? Это рация. Я чувствую себя осенью очень хорошо и комфортно, потому что нет насекомых, которые мне мешают. Красивые цвета. Вот все приводит и отражает. А, можно с друзьями забыть эмоциями, можно будет порыбачить, наконец-то, или поохотиться на вывалившись на зале Торриха. Слушай, смотри, друзья великолепно. Друзья – это ЭТОС. Но хорошо поохотиться... Это мы. Да. Думайте, еще-еще ЭТОС. Какие-то вот что... К чему мы можем апеллировать? Например, по кровам, например, да? Которые... Осень очень богата на народные религиозные праздники. Особенно это касается тех, которые связаны с историей Украины, с историей казачества, например, по кровам. Я в восторге. Ну, просто идеально. Главное тоже быть компетентным. И чтобы не прогадать что-то. Понимаете? То есть, если мы скажем, например, осень – наиболее богатая пора года на народные религиозные праздники. Это просто вверх. Это вверх. Но надо быть... Это весна, но... Да, надо... Мы полноцем молчим. Надо, конечно, отвечать за свои слова. Если согласно того, что осень – это как... Мы же не говорим, что она самая богатая, мы говорим, что она богатая. Осень – это много праздников. Очень богатая. А у нас есть сна, значит. Мы же не говорим, где осень. Просто осень – богатая. Просто богатая. Просто богатая. Очень великолепная. И самая богатая. Просто богатая. Хорошо. Давайте как-то еще подойдем к осени по-другому. Авторитет. Какого мы можем использовать? Кто у нас есть авторитет про осень? Куркин. Хорошо. Еще. Еще кто у нас такой по осени? Куча народ. Ребят, по осени. Подгармурки. Прекрасно. Прекрасно. Еще надо вспомнить хотя бы две. А то мы говорим много, а хотя бы одна. Тоже надо поискать. Я уверен, что их на самом деле немало. Про осень. Не важно. Но идею понимаете? Идею понимаете? Еще что-то. Еще по-другому попытайтесь. Это срастрыть. Бобилета можно обограть. Бобилета. А что Бобилета хорошего? Мы говорим о том, что, например, у индейцев пять времен года было осень, ряда, зима и Бобилета еще. Они выделяли в отдельное время года. Считали, что это время для наиболее счастливого вообще при провождении человека. На английском называйте Индиансаммер. Индиансаммер, да. Все правильно. А подумайте, как мы должны индейца представить, как очень таких вот ценных... Это древняя цивилизация, которая... Близкая природа. Вот. А то, что не забыла, что такое природа. Вот это очень хорошо. Близкая природа. Что такое природа? Это ценность. Да. Вот. Максимально близкие к природу племена американских индейцев даже выделяли дополнительное время года. Бобилета. Да. Бобилета. Которая является символом. Вот слово символ, это... Понимаете, что это маркер ЭТОСа. Чистый маркер ЭТОСа. И мы должны вот таких маркерами насыщать. Символом этого времени есть такая фраза, как золотая осень. Вот. Шикарно. Картины там, у нас теперь шишкин там в лесу, осень в лесу. Золотая осень является предметом большинства писателей. Этих. Все. Закопали. Идея понятна? Да. Ну, опять-таки, а давайте что-то попробуем еще. Мы традиции, но, да, роль авторитеты попробовали. Что у нас еще будет? Например, моя бабушка мне с детства говорила, что осень – это царица года. Я апеллирую к бабушке как очень важному мне человеку. Это будет пример авторитета. Да. Мне бабушка с детства рассказывала. А если я скажу, что моя бабушка, которая, там, не знаю, народная артистка Украины прошла, вот, человек, который прожил больше ста лет. О, да. Вот. Все, уже тут храна. Не проверить, а не проверить? Все. Железно. А в могиле судье все женщины родились осенью. Все шишки. А ты? А это будет аргумент к пафосу. Пафосу. Правильно. И шеплиешь. Обецяночка. Обецяночка. Счастье, обещайте счастье. Родишься осенью, все, будешь счастливой женщиной. На погодни и по осенью. Типичный пример. Хорошо. Давайте по пафосу пройдемся. Вот тоже первый пример великолепный. Кто же не любит золотую ось? Кто же не любит золотую ось? Еще что-то давайте по пафосу пройдемся. Пафос, пафос, пафос. Вот если не успеешь подготовиться к зиме, осенью, то зиму встретишь разбитого. Да, Владимир Гава. Просто великолепно. Идеальный аргумент к угрозе. Идеальный просто. Идеальный. Пафос великолепно. Хорошо. Можем поменять тему. По осени обостряются заболевания, поэтому нужно позаботиться о себе. О здоровье, подготовиться, обзаботиться прекрасно. А мы познакомились с мужем у себя. Это хорошо. И теперь у тебя хорошие эмоции. А мы познакомились с моим мужем, с которым мы прожили уже 15 лет в душах души. То есть, если мы говорим о чем-то хорошем, то есть вот тоже есть такая очень интересная словесная конструкция, такая легенда есть. Что султан там какой-то там вызвал своего визиря на пророчить ему будущее. Тот пришел в визирь и говорит там, о султан, ты переживешь всех своих родственников. Султан разгневался, убил его. Нет, извините. Он сказал так, ты доживешь до смерти всех своих родственников. Вот. Первый сказал, ты доживешь до смерти всех своих родственников. То есть, ты похоронишь всех своих родственников. Тот, конечно, расстроился и убил визиря. Тот назначил следующего визиря. Приходит второй визирь, Борый, умный, и говорит, ты переживешь всех своих родственников. Суть одна и та же. Ты доживешь до смерти всех родственников. Ты переживешь всех родственников. Поэтому вот желательно такие слова не использовать. Смерть, чтобы негативно. А если наоборот, вы хотите посеять у человека в душе ужас, вот как раз нужны такие слова. Они вот, это маркеры, маркеры этой эмоции, которую вы хотите от человека, смерть. Что вы чувствуете? Самое большое количество самоубийств, да, приходится на осенний период. Осень, первая ассоциация, это депрессия. Осенняя депрессия, это проблема большинства людей. Это реальная угроза, которая заканчивается, к сожалению, суицидом. А еще тут можно немножко эмоцию подать. Каким образом особенно страдают дети этих проявшихся. Я не имею в виду подростки, не одни, незащищенные, слабые. Еще не видевшие. Не видевшие, не окрепшие умы, не видевшие жизни. Они бывали много это пить. Они бывали много это пить. Шикарно. Вот, все, это будет уже эмоция. Сюда плачу. Вот это эмоция, мы бьем по эмоциям. Вот это пафос. Тоже еще обратите внимание, почему важно понимать это с пафос логос. Вот у вас есть тема, да, например, если мы берем тему золотая осень, например, вот золотая осень, в какой сфере это с логос или пафос уже прописана эта тема? Это с логос или пафос. Вот слово золотая осень, тема, где живет? В логосе, этосе или пафосе? Правильно. Если мы говорим тему эвтаназия. Это логос, четко. Эвтаназия. Это пафос. 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 Это пафос. Это тема с пафосом. Точно. Слово. Давайте возьмем легализация огнестрельного оружия. Это логос. Это логос. И частично этос. Но в основном логос. Давайте возьмем еще такую тему, например, как свобода выбора человека. Где эта тема живет? Это в логосе. Это в логосе. Правильно. А что это означает? Если вы определяете, что тема живет в логосе, значит, основная аргументация, ваша, которую вы строите, должна быть по? Это все. Все. И бывает, что очень сложно, если тема с пафосом, придумать аргумент к логосу, ну, очень сложно. Здесь вот они к эмоциям апеллируют, а ты начинаешь статистику. Конечно. Конечно. Мы про золотую область. Сколько золотых листов? Да, тут действительно очень сложно. Поэтому вы должны четко понимать, что вот, например, в данной ситуации... Синяя пара, качье очарование. А вы знаете, сколько людей из неврологических дискомпетентов в его область? По статистике МОН Украины за периодом вересня по листу по 2015-го року в Украине вид суицида. Почему вы знаете, когда ты их написала сами цилиндки, все их засмешивали запустят. Вот вам будет тоже. Осталось 15 тысяч покалеченных подростков. А не маме бы еще жить. И жить. И жить. Так как вам их не стало. Ну, да. Фантазии у вас все в порядке. Все хорошо. Молодцы, конечно. Ну, институт будущего. Это Романинка. Нет, это все правильно. Видите, это гибкость вашего ума. Это значит, вы способны на генерирование разнообразных идей. Это самое главное. Долгомчат. Но оно видно. Пару, но... Понимаете, может быть, может достичь этого уровня. Это, например, это анекдот про крокодилов. Это видно. Ну, почему? Вы достаточно уверенность себя уже чувствуете. Достаточно уверенность. У нас практики маловато. Мы как бы, понимаете, как... Я вам честно скажу, вот я все как бы вот... Да-да-да-да-да. А потом на детской площадке вот встречаешь продуману, придурка, папа, который издевается над своим ребенком. И все мои, понимаете... Я его просто назвала... Извини, но я его назвала Козлом даже. Понимаешь? И ушла из площадки. Потому что это было ужасно. А потом я сижу задним и думаю, где же все мои были вот эти занятия? Ну вот честно, он скажет, меня просто переклинило. Понимаете, это свое место. Потому что когда резонок у него его зовут не комокает, у него выхода не было. Смотрите, вот тут вопрос, насколько мы сможем контролировать свою сознательность. Вот этот вопрос. Вот щипать себя. Да, как угодно. Как угодно. Дыхание. Думай дыхание. Конечно. А есть еще очень прием, который я вам говорил. Я его использую. До 10 мне не помогает. Мне помогает, знаете что? Вот если я сижу просто, вот действительно такая ситуация, и мне нужно взять себя в руки, я представляю, что я на себя смотрю со стороны вот веб-камеры. Вот тут вот. Вот я представляю, как сижу я, как я выгляжу. Вот я себе в голове моделирую эту ситуацию. И вы знаете, вот уходят все эмоции. И вот, и тут я могу себе сказать, а попробуй сказать вот это. И потом я думаю, а вот я сказал, это что получилось? И вот я уже начинаю анализировать абсолютно сознательно и спокойно. И я уже, понимаете, я не объект коммуникации, я субъект коммуникации. И вот это я считаю, что одна из важнейших целей. Конечно, коммуникация, мы идем, очень много на автомате раз срабатывает. И вы, конечно, если в каких-то экстремальных ситуациях у нас срабатывают инстинкты. Да. Но чем больше вы над этим работаете, тем больше у вас будет рефлексов. Конечно. Все это лучше. Все эти рожки как-то. Если делать, есть база инстинктов, все рефлексы делаются через них. Вот хочешь кушать, это инстинкт. Ну, тусовать, по крайней мере. Ну, конечно, да. Через них можно сделать какой-то рефлекс, допустим, подавать с сахаром, косточку в белой тарелочке, а в красной подавать там, ну, что-то кислая, не пустая. Может показывать в белой тарелочке, как-нибудь бежать, может показывать в красную, как-нибудь шараться. Ты ко мне сюда. Ты хочешь, 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 хочешь. Какой-нибудь? Спокойствие. Значит, тебе нужно создавать ситуацию, в которой хоть и будет обратная ситуация, ну, неспокойная. И в этой ситуации давать какой-то шаг в сторону то, что ты делаешь обычно, что ты обычно делаешь. Начинаешь пугаться и прочее. Просто ты к этому присоединяешь правильное поведение. Ну, допустим, когда тебе дают руки, что делаешь? Молчишь, зажимаешься? Какое-то действие рефлекситерное действие инстинктивное. Или в ответ орать. Естественно, у меня что-то открывает рот и говорит все, что есть, и там что-то общаясь. Ну, когда ты что-то говоришь? Ты просто должна попытаться, ну, создать ситуацию, когда ты в два, или хотя бы три раза повторишь, ну, вот, осознанную фразу, хотя бы одну. Потом с осознанной фразой будешь добавлять, добавлять инструкции. допустим, ну, вы же разумный человек. А потом орешь. А как вы себя ведете? А потом орешь. Это хорошо или плохо? Да, орешь. Пожалуйста. Потом две праздники, а потом, конечно, попустят и пойдешь. Я попробую. А еще есть такой очень интересный прием использовать фразы, не из этой оперы, что называется. Ага. Выбиваете. Абсолютно человек в шоке. Он не понимает, в чем происходит. А почему он в шоке? Да. А он же пришел за ребенком. Да. То есть, он как бы про ребенка, а ты про то, как в чем он одет. Или, например, а у вас шнурки развязались. Да. А у вас нужно подклиниться. Все. И дальше уже вариантов, понимаете, масса. Но самое главное, вы должны это сделать сознательно. Вы должны сказать, вот я сейчас должна сказать. Знаете, как некоторые люди тренируются? Это, конечно, немножко некорректно, но они специально провоцируют. кого-то. Вот он сейчас в настроении. Видит, объект сидит. Да. Он себя контролирует, а хочет его раздраконить. Да. И вот он начинает эту игру в кошке-мышке. Это, конечно, нехорошо. Да. Потому что человек же, ведь объект, вы та кошка. Объект, смотри, ка-бух. Ну, смысл резюмировать. Самое главное резюме, которое мы должны сделать, это что мы с вами должны стараться, пытаться, сознательно относиться к нашей с вами коммуникативной деятельности. Вот это самый главный месседж, который я хотел вам сегодня донести, передать, и к чему я вас хотел заклыкнуты. Призвать вас, да, пытаться вот себя остановить, вот, а вот сейчас я скажу вот так, а вы давайте я здесь скажу. И тоже очень важно быть гибким. Гибко подстраиваться под вашего коммуниканта и под тему, то, что вы хотите сказать. Мы должны уметь обосновать точку зрения с разных сторон. И к логосу, и к этосу, и к пафосу. В смысле того, с кем мы имеем дело? Понятно, если с нами есть человек более, ну, скажем, такого научного типа, тут должен быть логос. Человек эмоциональный, на него эффективно влияет пафос. И, конечно, это всё желательно тренировать как можно чаще осознать. Есть третий путь, точнее, второй. Пробовать тестировать все три метода. Конечно. Что пошло тут развивать? Надо тестировать один навык внимательности и различения. Если объединить то, что мы целый год изучали, самое главное во всех вопросах это сознание. Пытаться, по крайней мере, пытаться. Такое осознанное действие, оно совсем по-другому и влияет и наполнение имеет. Конечно. Самое главное. Спасибо вам большое. И вам спасибо за компанию.